все ребят топ старт сделан что-то на букву СК пока маловато людей зарегилось тэш а по кем-то а темпер это у нас кто тиран равно с мастер васи и матвей и мелкий каут у нас сегодня 3 тирана тому хз матвей 12 2 тоже смотрю так неплохой но что ждем скилл а сообще-то лидера бьются здесь получается да как бы сейчас сейчас я пока тогда кофейку хлопну немножечко горяченького пироженки немножечко скушаю ждите утро еще относительно раннее время я встал лично около 10 часов стал очухался пока ушел съездил дочку с бабушкой гуляет ну и к вам привет саундсберт при этом на искать его тебе кстати ну как день отличный но у нас муры но главное самому хмуром не быть ну или под хмуром ладно короче шучу сейчас вернусь ну ну и ну и Продолжение следует... 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 и так, какой-то звёздный старпорт прямо, что здесь не такое а у милки тут чё какая-то команда медоед какой-то опасный там зверь на лесу медоед есть такой вроде, но не настолько он опасен, как мне кажется так, здесь милка двигается вперёд, уже блинки есть, смотрите-ка сука, агрессивно блинкаться ему нельзя вот сейчас для протца идеальный шанс если бы он был внимательным можно было бы сделать что? можно было бы просто к тирану сюда зайти и убить его тиран вынужден был бы назад вернуться потому что здесь у верчажа здесь много-много всяких моментов так, призма через туретку летит милка, что ты творишь? призму уведи нет вот с таким раскладом это минус просто наоборот, почему? потому что призма отдано на которую вар должен быть агрессивного врыва нет, нужно было сделать что? призму сюда подвести, блинк на хайграунд фокус или сюда блинк фокус медиваков, здесь приходит Матвей, это гг агрессивная милка слишком агрессивная милка я бы сказал понимаете в таких играх решает буквально малейшая ошибочка даже один криво там отдано или пару юнитов, то это может зарешать в данной же ситуации что нужно было сделать? естественно нужно было идеально сконтролить сталкеров, зайти наверх, фокуснуть танки и блинкнуться в бункер агрессивно, то его и чинить не смогли бы с двух сторон потому что сталкеры тупо заблочили бы это и призму не отдавать еще один товар, потом с уверчажами стараться отсидеться и где-то на мэне постараться поставить даршайн может хотя бы один дарк в такой ситуации было бы гг скорее фестерану с цешечкой надо просто урубать но как минимум в ничью свести можно было бы но нужно было быть внимательным очень-очень ну я понимаю, что в таких играх просто тяжело именно нужно очень хладнокровное решение принимать, нужен опыт размена игры в размен очень-очень большой и 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 ну как я уже не раз говорил против выхода с каким-то станком там еще чем-то таким очень очень сильно решает именно прокси пилон и давар в тыл если же его нет то тяжеловато сражаться сейчас марик уже придет ребят но мазеркор уже готов вылететь через секундочку вылетает все окей ставят пилон на всякий случай бункер отменяется бункер в другом месте заказа мазеркор куда-то мимо летит милка пробок на мэн уводит ну что ты милка не видишь что ли что-то не видит нет ли она милка здесь адептик выходит адептиком надо разваливать развалена ксм-ка здесь два марика ксм-ка ну кстати вот просто два марика адепты ну и то ему тяжело сейчас развалить учитывая что он с трех ударов разваливает ну с мазеркором изи развалит а вот если бы там было два марика ксм-ка против одного адепта там можно было бы тирану и победить на самом деле адепту легко вот сейчас смотрите что происходит вроде как милка отбился вроде как все окинь сити рабочий не строится таких билдах когда у тебя не сверх халявный нет какой-то первый там вот такие стандартные билды рабочих нужно вообще не останавливать за печи на когте су-3 csm так сейчас я покажу завершена по тут движуха идет так он чик минусует об ушел адепт успел чудом чудом ушел их тендер как говорится игра это кончится покажу а и и и и и и Так, минусуется клончик. Пилончик сейчас продолжается. Содвижуха разводит тут, смотри, и циклонами оппонент своего. Ну, теряет вижен иногда. А без вижена прайсинг не продолжить никак, к сожалению. Так, циклон потерял, еще торопится. Ну, все, здесь уже нет смысла контролить так жестко. Циклоны без грейдаута. Были бы с грейдом, они поразрывали бы 10 пилоны и сталкеров. Милка добавил твойлайт, но ничего в нем не делаешь, самое интересное. Так, пробочку минус лума, ответить цельщику вторую начинает добывать. Либератор сейчас полетит вперед, а стимпаке речь пока не идет. Папомнать его. Свуки валюта. 1 Продолжение следует... Так, Либератор на мейн прилетел. Милка реагирует, но не сразу. Либератор улетает, 4 пробки. Подрезал на халяву. 40-32, у Милки парабан-то все хорошо. И блин делается, но... Не надо дальше терпеть. На когте Нексус. Ну пусть будет Нексус. Единственное, что заказал, как бы, размер XL взял. Я, вроде, померил, вроде так, что по параметрам. А она коротковата оказалась немножко. Я оказался быком конкретным. Мне надо 2 XL, получается. По их размерам, как бы. Вот такие вот дела. В принципе, нормально сейчас заниматься. Начал помаленьку брусь. Турник. Жиришки поменьше будет. Буду потоньше для какого-то как раз. Но покороче ни с диноги не отпилить уже. Покороче не сделаться. Короче. Здесь гейты добавляют. 6 сейчас будет. Гейтов, адептам, глефы пошли. 8 сталкеров, 2 СН3. Все, что есть у Милка. 52 пробки. По 3 пробки строятся. Вроде все в порядке. Но где же форжа? Где же грейды какие-нибудь? Почему? Буст! Кибернетки вообще. Вот пошла форжа сейчас. Так, Увермайн ДМК не пришел. Ну, после... Или кто там не пришел? После победы над Рево и тут уже как бы... Ну, сам понимаешь, все. Ну, как победы, точнее, победы в одной игре. Так, украинская сосудная... Попробуй. Так, Эммортл выходит, бустится сейчас циклонч, ой, этот дестабилизатор у Милки. 125-123 по лимиту идет вперед у нас, Матвей. Делается стим-щиты, ну как-то у тайминга, стим плюс один, да, тайминг нормальный, а вот щиты и вообще как бы не подоспели, что под тайминг, хотя лабы, я как понимаю, две. Еще и через проход, через вот этот узчайший просто идет тиран зачем-то, непонятно зачем. Только адептов Милки не надо сюда телепордировать, это косяк, телепортнул случайно. 5 ксм-ок слили адепта, в это время 8 пробок слили либератора, уверчаж нужно выставлять быстрее, Милка выставляет же, что черт, уверчаж. Здесь адепты с мариками бьются, адепты без плюс один, поэтому долго убивают. Сталкин полезны. Думали, до либераторов до двух доставали, доставал уверчаж, что самое интересное. Ну, парабам в итоге сравнялись. По лимиту по боевому у тирана даже чуть больше уже. По грейдам плюс один на плюс один будет, ну, по грейдам более-менее еще сейчас. Атака на атаку это одинаково. Праздник. Наверное, да. И нервой с кулси. Кулси нет, сейчас не играет, старкрафт уже. Так, идет движуха в центре 49, 156. Вроде лимиты оба набирают. Тут какие-то проксопилоны у Милки идут. Видит, он же тиран здесь бегает по центру. Не, ну, драться надо, но с дестабилизаторами нужно драться таким образом, чтобы давать им позицию. То есть, сейчас сталкеров надо назад отвезти, я так понимаю, как бы и нормально принять бой. Так, тут Гвардиан Шилд. Милка пытается зайти вперед, но зачем так-то нервничать? Зачем четыре Гвардиан Шилда? Они с них текаются. Так, дестабилизаторы, залпы, ой, хорошие. Залпы проходят сейчас 150-144. Под Либератора, подлинг хороший. Но в это время пытается тиран отфокусить дестабилизос. Там часть даже покуснул. Здесь дробчик двойной на мейна идет, но адептики есть, все нормально. Я не понимаю, есть ли призма у Милки здесь в атаке или нет. Судя по всему, нету ни хрена никаких призм здесь. Адепты, что-то непонятно. Куда ты зас... Блин, адепты, то, что должно танковать за сталкеров, наоборот, куда-то прячется. Дестабилизатор, залп сделал. Сейчас второй в молоко залп сделал. Пытается Милка ЦЦ-шку покуснуть оппоненту. Кстати, возможно, даже отфокусит ее. Нет, не отфокусит, под КСМ-ку успел улететь. Молодец, молодец. Смотри, вычинил. Ну и дроб вот этот очень-очень сильно. Вот если бы не этот дроб, тиран погиб бы сейчас. Ну, дроб вот этот зарешал. Так, здесь, кажется, еще какие-то четкие выстрелы дестабилизатором были. У меня ощущение складывается. Два роба восстанавливает Милка. То есть, у него не было роба. Ресурсов просто до хрена. Ты имеешь в виду вред, Яндек? Ты имеешь в виду на местность стрелять? Нет, на местность таких юнитов нет. Это была бы просто халява. Почему бы что? Закопал зерк что-нибудь. Танком туда сделал залп. Знаешь, что запопано все. Как будто исканов не нужно было. Тиран, это так обунаружение немерено всякого разного. Кстати, да, Милка сделал грейд на колоссов, но колоссов не построил. Не успел просто по ходу дела. Сапплай блок просто на 149. Ресурсов миллиард. Пилон один все строится. Милка, посмотри на свой сапплай вообще. Сделай пилонов хоть сколько-нибудь. Из-за таких ошибок, на таких стадиях, игры сливаются вообще просто на изи-черкс. Так, залпе стабилизатором. Успевает уйти. Матвей одного юнита потерял. А Манглор там бахнуть. Ой-ой. Ну, тирана нет, получается, таких юнитов. Только, ну, ЕМПхой можно на местность скидать, просвещать. Кастом, например. Чем еще? Больше ничем вроде нельзя. Так, 179, 181 лимита сейчас. Четвертый. Некус начал мелко добывать. Про грейды вообще забыл. Делал бы мелко грейды, у него вообще все ништяк бы было. Но грейды что-то, ну, забывает. Тут уже не то, что форжа не бустится. Некуса 4, он там бустов халявных просто стоит. Никуда. Три буста в никуда стоят сейчас. И четвертый тоже в здании. Видите. Во-первых, надо буст. Во-вторых, форжа. Вторая форжа с грейдами. В-третьих, здесь можно пару фотонок забилить стационарно. Здесь вот мазеркор лучше держать. Потому что мейн очень ценный. Здесь пилонов наставил по краю. И все. Вначале, причем с самого начала лучше позиционировать здание. Чтобы здесь раз, два, три хотя бы пилоны стояли. А здесь уже фотоночки. Там какие-нибудь, что-нибудь такое. Пару штурмовиков хорпанул. Так, колоссы поперли. Колоссы поперли. 193 не познали. А, два уже есть. Два уже есть у Милки. Сейчас еще два будет. Правильно все делает. Мне кажется, пятый-то лучше. И здесь было бы занимать. Ну, где занимает, там и занимает. Милка ничего не поделаешь. Главное, чтобы грейды продолжал. Где? Я опять снял гусс форжида. Ее просто забиндит и все нексусы. Кстати, где бинды? Все нексусы в бинджен и пять причем. Ну, вот просто. Это какой контур у нас? Восемь. Шесть. Жмем шесть. С, С, С. Куда надо? Ну, С это пусто, соответственно. И все. Так, минуснул. Там пару медиваков Милка только что. Еще что-то там минуснул. В общем, в наглую матрица. Здесь лебератор прилетел. Вот везде пилоны есть, кроме этого направления. Здорово, Иоанна. Здорово всем коронованным. В первую очередь. Вот на вас расчет в ноябре. Естественно. Как начнемся движуха там вся хитрая. И на всех расчетах. Да и сейчас тоже расчет. Поддерживать канал надо. В любом случае, корова. Так, четыре колосса присутствуют у нас в миксе. Третья атака делается. Там 3-3 делается. Здесь две атаки у Милки и все. Рабочих меньше, чем у тирана. Не очень хорошо. Это естественно. Так, вон, здесь либераторов уже много. Грейт на рейндж либератором. Пошпертся сейчас. Милка как-то, блин... Вот видно, что Милка сумбурно иногда все делает. Как-то спешит куда-то он прям кинет. Так, здесь... Ну что, ревелэйшн-то может кинуть? Подлезал по дестабилизаторами. Принимать бой собирается Милка. Да, принимает бой. Есть и шторма. Чего боится Милка, я не понимаю. У него шторма, там просто можно залить все. Пока либераторов не стало 10 штук, обязательно сейчас Протсу нужно драться. А Протсу что-то стоит. Так, штормы пошли неплохие. Штормами тоже лучше не борщить, правда. Милка врубает контролера. Там всеми юнитами старается выкинуть касты, собственно. Нужно идти вперед. Сталкеров тут не надо. Вот био такую плотную... Тучу био, я бы сказал, посылать. Пробить можно камни, и теперь колоссы. Что-то тупят. Ну, нужно действовать, нужно действовать. Милка же что-то тянет с резину, вообще непонятно. Каких-то, блин, адептов в арбе. Какие к черту адептов? Сейчас же колоссов надо, сталкеров подстраивать только исключительно. Стоял, стоял, Милка, чтобы потом сделать такой кривейший, агрессивный, блин. Вот на самом деле, вот кажется, да, микс такой. Все есть, дестабилизаторы, шторм, столько сплэша, колоссы, просто разрывать тирана. Но этот микс минус, почему? Потому что Милка хочет типа все сконтролить. Стреляет этим одним дестабилизатором. Кому можно пойти на оклики вперед, выкинуть штормы всеми, просто убить тирана. И с приростом, с призмой задавить. Он же сидит что-то и мозг делает мне, блин. И всем вообще здесь делает мозг. Короче, адепты прилетели тут на четвертую, начинают постреливать. Там пятую тиран занял, как вы видите. Темписты какие-то. Ну если ты сидишь-то, а делай две фаржи, делай мастгриды, емно. Не поддержал ваш канал на сумму 200 рублей. Спасибо, Тироне, братан. Ваши срождения от генералов выработано. Дубое готово. Улучшение завершено. Так, пока ничего не происходит. Из тиранов оставлю вид. Трудовым подвигом готово. Спасибо всем, для поддержки. Месторождение минералов выработано. Наши КСМ атакованы. Так, тут там что-то где-то... А, адепты пришли разваливать сверху. Так, адептики приходят на мейн сейчас. Здесь адептики разваливают тоже. Запас, правда, у тирана больше, чем у Кроца. Милки надо. Ну это на опыте все придет, конечно. Пришел адептами на мейн. Что на мейне в такое время делать юнитами, которые убивают только рабочих? То есть, если ты хочешь сюда прийти, сюда надо имморталами прийти и здание развалить. Здесь же одни здания остались, и это очевидно должно быть. Вот адептами, да, в рабочих. Минеральную линию надо телепортировать. Здесь призма висит до сих пор, кстати. Что-то, ну, она висит, не знаю чего. Так, смотри, темписты там у Милки уже строятся. Мр. Бревариус активировал премиум на башках. Спасибо, мистер Бревариус. Хе, дестабилизатором сейчас Милка стрельнул. Так, показательно, типа, я мог... Вот, типа, стрельну для того, чтобы стрельнуть и помогу. Ну, нужно в Старкрафте не просто, ну, типа, что я все сконтролил, всеми стрельнул и промазал. Старкрафте нужна эффективность, как бы. Вся сотка ПМК, с которым ты можешь обыграть 200, значит, эффективность больше, как бы, получается, да? Это очень важный момент такой. Вот, пошли, да, ну, здесь попал Пагастан хотя бы, вот, немножечко Милка. Вот, штурмовики все под ИМП не попали, это хорошо. Так, здесь наверх не нексус куда-то там пошел. Наверх не нексус пошел Матвей, перестимпатился весь мясо, штурмы где-то, какие имп... Какие-то фидбэки там, штурмов надо больше выкидывать. Идет атак, штурмы пошли очередные, вообще разрывается тиран, здесь пламп 170 на 127, но это, конечно, для тирана еще не ГГ далеко. И даже дестабилизатор настрельнул, блин. Ну что же, молодец, что успевает. Еще попадать бы куда-нибудь в ИМП. Так, здесь один АДФ начинает на четвертый разваливать. Наварпануть было здесь еще три просто. и принял, того здесь оставил, на призмах улетел, убился, короче. Так, еще тиран пытается занять. Милка тут что-то только колоссами стоит, я вижу. ТМ-пистов уже сейчас реально много будет. Все, 3-1 сделал, хорош, Милка. Здесь у нас две атаки на воздух, 3-3. Но здесь, здесь нужно на воздух третью делать. Тирану вот можно с одной армори на такой стадии делать. Почему-то что, у него только либераторы, в принципе. У него только воздух. Сделал третью атаку, и армор там начинает делать. Первый, второй, там они быстро очень сделаются. А процессу надо делать и воздух, и по земле доделывать все как бы. И поля надо делать, чтобы знание прочнее было, все прочнее было. Так, рабочий 56. И там грейды, это на скорость апсервером грейд. На призме он по-другому выглядит, там расширено в другую сторону. Чик-чик сужено вот эти. Звездочка вот эта вот, или как назвать это вообще. Вот здесь вот на такой стадии просто стоит 10 лимита, 12 точнее, вообще бесхозного. Просто ставим 2 пилона и фотонных штук просто 5 сюда пилим, как бы, и все, и хорош. Обороны, плюс товар, как бы. Плюс контроль здесь обз должен висеть, чтобы видеть, если дроп туда летит, да, как бы. Контроля карты. Ну так себе, я бы сказал, контроля карты. Причем у тирана туреток-то вообще нет. Вот здесь туретки нет, например, апсервером можно летать. Здесь нет, знаете, тирана к даркам, вот, Матвею просто рекомендация, е-мое, посмотрите. Ноль туреток, вот одна вот здесь стоит. То есть просто по дарку по одному придет вообще во все направления и задолбает себя отбивать, короче. Матвею нужно просто побольше стационарной такой обороны делать. В принципе-то он, ну, тут верно сидит, у него верный микс. Но больше грейдов, больше воздуха, как бы. Больше, вот, кстати, вот еще такой момент, это хэппи. Болезнь хэппи, я его называл всегда. Смотрите, сколько басы. Три орбиталки, три, Карл. Здесь орбиталок должно 10 минимум быть на такое количество бас, чтобы мува фанлимит было, чтобы... О, хорошо, как пришло. Дестабилизатором, но потерял темп, как, по-моему, чуть ли не всех, милка. Ну, вот, то есть здесь должно быть плюс вторую фаншу добавил. Стрим, что ли, послушайте, вторую. Вот. Как и вот. Добавить орбиталок, чтобы мулы анлиминсканы были, как бы. По центру планетарочку и масс грейды тирану делать. Проц уже тоже самое, грейды тирану. Привет, другой. Здоровый. Спасибо, блин, не успел я подстроить. Потом ты там, надеюсь, пароли не менял. Я потом скопирую все с точками, чтобы там нормально, в нормальную сторону все было, как бы. Вот. Ой, 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 милка, ты что творишь, либератор, подставляй... Ой, темпс-то подставляется. Мазеркорс полной энергии стоит, вообще никуда не идет. Штормовики без энергии, насколько я вижу. Куда ты бежишь-то? Опять у милки это бежит. Вот, блин, в прошлый раз, когда я стрибил, была беготня, милка только убегал, как бы вперед не шел. И сейчас опять начинается сраная беготня эта. И принял бой, когда уже пул армии отдалось, фактически. То есть, вместо того, чтобы подраться вовремя... Так, здесь либераторы, викинги выжили, которые все просто унижают, еще в клан. А все почему? Потому что не надо бежать, надо принять бой, блин. Какие-то дестабилизаторы... Вот куда сейчас... Куда, милка? Куда тебе дестабилизаторы? Вот куда сейчас они? Куда их запихнуть, черт побери? Здесь острова еще, кстати, есть, надо занимать. Про острова все забыли. Сейчас тут тиран делает исключительно воздух. Тут надо темписты, как бы, шторм, сталкеры, колоссы. То есть, то, что будет позиционно выдавливать либераторов и викингов, напрягать. И то, что по земле их будет жестко прикрывать, когда тиран будет вперед лезть. Все. Никаких дестабилизаторов здесь нахрен не нужно. Это лишний контроль, Кайву. Нет, на самом деле, они, в принципе, с другой стороны, они тоже полезны сейчас. Но нужно успевать контролить все абсолютно тогда. А милка уже не успевает все контролить. Пришел зелок. С топором на танк. Сейчас я разломаю тебя дома. Но дом не сломать так просто. Это же дом. Так, адепт тут с призмой что-то летает до сюда. Так, здесь адепт на дальнюю заходит. Тиран реагирует быстро, на самом деле. Здесь на этой стадии уже харас не то, что он неэффективен. Просто нужно понимать, что слить 4 адепта в 9 ксм-к вообще нахрен не нужно. Ты тратишь свои последние ресурсы. То есть тут надо в лоб уже побеждать, стараться как бы. Так, гаста Аманвис. Наконец-то милка сообразил, что темписти нужны. Тиран быстрее процесс скопился вообще не в какие ворота. Добавил архонов, которые на этой стадии как гастов там миллионы ходят. Вообще как воздушные шарики сдуваются. Тут уже сталкер и кололся до темписта. Да что он сбоку где-то. Просто по газу было. Переход по газу был у милки. Вот он так и добавил. Так, пидбэки идут. Либераторы раскладываются. Ну что, пошла движуха. Хорош такая. Ой, мимо там. Хорошо летели выстрелы. Дестабилизаторы. Потом как-то немножко не попало. Темписта начинает валить либераторов. У темписта две атаки воздушные. Надо бой принимать. По себе милка. Туда-сюда. Убегает назад. По себе стреляет. Потому что патроны тоже в контрул видимо забиндились как-то. Или я не знаю как это произошло. Но это вот желание сбежать назад постоянно. Сейчас милки зарешала. Что он патроны еще к себе привел. Ну бывает. Ну весело, ребят. Весело. Что говорить. Ну кажется проблевает Матвей и милку все-таки. Хотя ресурсов у милки много. Что случилось вообще? У милки бомбануло что ли? Или что? Ресурсов-то много. Всего много. Что он вышел-то? Что за прикол? Здоровый люк. Пришла кофта. Материал конечно желает лучшего. Оставляет желать лучшего. Прикольно. Зато картинка как бы получается. В нее вмонтирована. Вот кто-то кофту просил показать. Су-30СМ тут короче. Excel мне коротковат даже чуть-чуть. Унгер нами поддержал ваш канал на сумму 120 рублей и сообщает. Тестеру и суши с водкой. Спасибо, Андернейм. Здорову тебе. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Спасибо. Спасибо. Так, ребята. Надо мне к Матвею идти. С... 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 Ундернаме поддержал ваш канал на сумму 100 рублей и сообщает еще соточку за зачетную кофту. Спасибо, Андернаме. Да мне это нравится, картинка не наклеена, она прямо в ткани, это прикольно, но 70% хлопок, 30% полиэстер, тоненькая. Ну понятно, что за такие деньги супер что-то ждать не надо было, но я не думал, что Excel мне будет маловат. Он маловат маленький, спасибо тебе Андернаме. Ничего страшного, надо по длине, как бы так-то по пути, я занимаюсь в принципе, что. Ну как-то по ширине мне и напрягает на самом деле. Спасибо, короче, всем, ребят, за поддержос. Битву лидеров сейчас будем смотреть фактически. Так, пироги надо схватануть. А то кофе совсем остынет. Игра приостановлена. Мне нравится, Илюх. С такой тематикой мне все нравится. Главное, ну конечно, куртки, те, авиаторы, все эти дела мне побольше понравились, понятное дело. Их так просто не возьмешь ниоткуда, плюс они денег стоят. Игра возобновлена. Других, поэтому тут сам понимаешь. А ты думал Андернамбот, он знает, как завлекать зрителя. Вот. В дверь звонили, гоу. Сходил всех от пии. Чтоб не мешали играть. Ладно. Что-то я сегодня расшутился прям. Гейт кибернетика, не эксус. Гейт газ, не эксус, кибернетика, соответственно. Второй газ пошел. Разведка. Имеет место быть. Но что один, что другой находят в последней попытке. Я не знаю, какой эксель. Да нет, это наш автор. Наверное, что в Москве делали. Потому что там отстрижей и люди там. Ну, в смысле не отстрижей, но связанное с ними. С этими группами, как бы, всеми. Хотя там какое-то другое, я видел там. А магазин-то отдельно. Просто они, наверное, там у них берут, как бы, и рекламят. Свою линию делают. И все, с картинками авиационными. Да ладно, нормально. По рукаут, судяка, вот. Хотя рукаут тоже можно было на несколько сантиметров подлиннее, как бы, да. Но, на самом деле, более-менее нормально, как бы. Так, все. Кофе, кранты. Два-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два что-то прыгивал, запрыгивал, выпрыгивал в итоге спрыгнул назад и у вертяж только один выстрел попал в рипера он смог уйти. Здесь робот Вайлайт все стандартно, короче так, циклон Старпорт, что забил такой с циклоном Старпортом, непонятно рипер на мейн залетает Вайлайт робот спалил или ухач это не ко мне, это к скиллусу к скиллусу, но в реписание заходит за 20-й юниорский турнир, это undername это старлайн юниоры до 18 лет наших Россия, там один из украинских игрок не знаю кто больше не принимал участие короче вот дальше старлайн челленджер будет, где юниоры будут биться и другие за финальную часть, в финальной части топ-4 прошлого сезона получается будет, вот такую систему сделали побольше старкрафта будет побольше посмотрим, что и говорить кстати можете поддержать юниорскую лигу там на главный если этот турнир пополнить призовой фон соответственно да как бы ведь там еще и плей-оффчик будет в этой юниорской лиге чтоб молодым тоже был резон и интерес поиграть да вот, ну вообще всех я приветствую и мой канал естественно не забывайте поддерживать крайне актуально это будет в ноябре но это в любом месяце актуально конечно а именно адлок и отключать на премиум и подписываться ну и по реквизит написанию через клейер поддерживать скиллос приходит сюда принимает двое смарик ведь два танка есть на хг будет заблинг да пошел заблинг на хг СС-шечку третью точно отменят скиллос берет эскейп у нас Матвей без третьей СС-шечки придется пока воевать неприятно это конечно ну а что делать, позицию не занял нормально то есть здесь вот бункер как бы есть бункер танк оставил все остальное надо держать вот здесь вот мариков танки просто медилаков как бы чтобы быстро реагировать дропнуть куда-то либо сюда либо сюда и все и так заблингнулся просто там марики без шансов это уже кривые блинки безусловно ксм нафиг здесь не надо много даже держать так к адептам на вторую прилетаю подхарасил скиллос полетал что здесь с тебя поэму скиллоса 180 да мы две самые старые 18-18 включительно короче не до 18-18 ну какая разница там некоторых у нас можно и там кому ближе к 30 включать сюда потому что ну поведение соответствует ну и не только у нас везде геймеров бомбит бывает да особенно про наших геймеров так пять бараков на факте реактор в карминке строится медивакер здесь до варточки адептиков идут сталкеров или мета близкие очень скиллос тут раскачивает все будет так что-то гейтов погодите это нам не надо 10 гейтов будет у скиллос это будет прессинг сталкера адептами я так понимаю да с плюс 1 армор делается тиран сам как вперед ломится щиты еще не готовы хрена не готовы лимита продуса больше видит шаркуны здесь сливаются при этом всем еще так что дксм здесь подрезано будет скорее всего дксм 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 potentially дксм даже дксм 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 Тирановскую вот эту Армию и Продолжает свое движение Вот еще одного мародера зажал Здесь он там порыпался, но Столько баб Попадешь в такую движуху, уже не порыпаешься Ничего не сделаешь Разорвали на куски, короче Ну что, заходит выше Гвардиан Рублен 117.80 Четыре иммортала, вот это очень большой ДПС в этом миксе, особенно по Мародерам и подданиям, они помогают Ломать, турить, все просто Как игрушечная крошка Они Да 18, включительно Не более, чем 18 Не более 18, соответственно Пытается отбиться Тиран, но по-моему Нет, здесь уже еще один иммортал Подошел к игре, один ноль Так, доем сейчас я пироженку А то он у меня напрягает Тут стоит Зайду в игру Следующую и вернусь в игре уже Добавил субтитры Так, доем сейчас я пироженка Я не думаю, что я дам Пироженка Да Я не буду А то он у меня Тиран Тиран Я здесь уже Вот это Тиран И Что Я не думаю Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, в следующий раз, ребят, я думаю, что в первую очередь надо расширять как раз юниорскую лигу и на неё упор делать. Ну, не то, что как бы упор, но поддерживать её посильнее даже и так далее. Ну, и надо собирать максимальное количество игроков, чтобы они друг другом тренились ещё. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, скиллоса 1.0, гейтгаз не иксус, кибернатчик, я так понимаю, обилстандарт. Так, народу у нас порядочно, почти четыре сотни собралось. Ну, где плейли, тридцать шестьдесят на Твиче присутствует. Продолжение следует... 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 Так, приходит скиллос, феникс и адептер. Поднял мародюров фениксами, адептер развалили все по земле. Но так очень часто делают и корейцы, и многие-многие игроки. Падают, адептер вроде как пытается, пытается тиран отбиться. Не, ну тиран здесь отобьется, но дальше-то какие перспективы? Здесь третий нексус, плюс два делается, как бы, и все в порядке. На третью цешечку пытаться выходить, да? Давай, удиви меня! Пошло, поехало! Кому навешать? Время действовать! Бегу, мор! Так, пока затишье проверю. Да, вот смотрите, уже 55 тысяч почти призовой, хоть что-то, да, на юниорском, к чему нет? Тем более, как бы, кака-то сборочные получаются, да? Так, здесь кайтинг идет. Очень-очень жесткий со стороны тирана. Вроде раскатил архончика одного. Надо улетать, надо загружаться, улетать. Смотри, что он и делает. В это время адепты заходят на мейн к нему. Здесь есть и гасты, в том числе. Гасты не очень хорошо, кстати, адепты демажат. Вот, у них бонус по ним. Здесь летают медиваки туда-сюда. 169, 7, 9. Яндек поддержал ваш канал на сумму 2530 рублей. Спасибо, Яндек. А вот это уже туда, походу, дело, да? Спасибо тебе громадное, Яндек. Месторождение минералов выработано. Ну, я отписал про этот баг, да, я думаю, поправят ребят. Просто навряд ли кто-то видел этот баг сейчас, что вот такое происходит за бигбу. У тебя, Яндек, громадное спасибо за все. Приходи в ноябре смотреть, стриме будет очень много. Ну, поддержка будет нужна, естественно. Тиран бьется как лев, пытается здесь тащить. Минки есть. Минки надо использовать. Минки не успевают докопать. Либераторов в сталке разбивают. Что ж такое, лучше бы они не с пениксами дрались, а против земли бились. 3-4, Архона подходит. Емпы явно сейчас не хватит для того, чтобы все это законтрить. КСМ-ки против Архонов. Куда, ё-моё, развалят кламп сейчас. Бедные КСМ-ки, покорые. Ха-ха-ха. Бедные КСМ-ки, а потом какой-нибудь выживший червяк сбежит, как бы, да, вот, в какую-нибудь другую планету и будет писать, вот, какие-нибудь свои сраненькие мемуары про кровавый режим, да. А это была битва за, на, за родину, не на жизнь, а на смерть, короче. Ну, да ладно, не буду политоту развивать. Хотя уже развил. Всё, ладно, давайте, закроем эту тему сразу. На Архонов с голыми руками, блин. На Архонов с голыми руками, блин. Так, надо придумать, кстати, перед ноябрем смайлики, как добавить ещё какие-нибудь прикольные. Размейли. Вот, ладно. Стрельба. Стрельба. Субтитры сделал DimaTorzok Хотя, в принципе, еще есть, что постримить, я не знаю Но тут игроки сами решайте, как бы ждать, не ждать Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, да ибои, новое поколение А, милка, е-мое, куда ты кнопки жмешь, братан? Ну, е-мое, не только ж кнопки жать надо Надо же попадать еще Заблочил первую уже пробку свою Ну, это надо умудриться, чтобы, ставя первый гейд, еще пробку заблочить Почему? Потому что рандомно ставится Нужно делать, ну, пилон, стеночку делать, там, и т.д. То есть, я тоже, как бы, кавлотов начинал И вообще, в принципе, в StarCraft начинаешь, да, как бы И делаешь все, пофиг Куда там здание стоит, чего там, вроде как, нормально и так Главное юнитов строится Потом, когда играешь, тренишься, понимаешь, как бы, что, блин, а почему бы, ну, если у тебя хватает на все контроль Почему здание не поставить грамотнее, да, там, как бы, именно в стенке везде, чтобы были и так далее Ведь это упрощает гораздо игру саму То есть, в этом-то и есть уровень, да, как бы По кирпичику, по кирпичику, там, по камешку, в общем-то, детали все понимать Икалас поддержал ваш канал на сумму 100 рублей и сообщает Теперь туда Спасибо, лучше Икалас, теперь туда-куда Спасибо, всем хочу поддержать Здорово, бойлер Теперь сюда, получается Так, кто на четвертом-то? Блин, вот неудобно с системой новой Кто там был-то еще, я не помню Вот Короче, этот Потом кто-нибудь добавится Приходи в ноябре смотреть Поддерживаю в ноябре, короче, бойлер Спасибо тебе, в любом случае Надо с тобой прорваться Будет Чувствую, там, как-то с поддержкой Плевать многие будут очень сильно, мне кажется Ну, ладно, посмотрим, короче, что там, как Так, завязываете, там печатики сраться Ну что, Милкий Кал против Милки Два молочка Молочники А у нас тут был У нас были молочники Молочники против Угловских Там, какая маленькая была Все дела Что-то тут у Милки Гейтов миллиард добавляется Я смотрю Это шестой, да, это шестой гейт То есть это получается адепты с глефами Да, глефы есть Так, еще гейты пошли Что-то неравномерно как-то добавляется Семь гейтов адепты Короче, Милка решил, что Милки Као Сейчас отлетит от адептов вообще На изи, что-то и идет вперед Он, кстати говоря Милки Као ошибается чем? Он не контролит ни одной ксилнаги А на такой стадии желательно бы подконтролить Почему? Потому что Вижен очень-очень важен Призма летит в ней Рейнджа ксилнаги Это важно Ну, кстати, вот этот дроп сейчас А, здесь апсервис есть Ну, кстати, если дроп Ничего это не сделает Нахрен сюда варпить адепт У тебя призма летит Тоже сморюблены Удивляют вообще Выходят они вперед На тюнинг дивана накопил Да, спасибо аболеру Спасибо всем, короче И на велик тоже Так, залетает медиваг В ближайшее время закажу Там либо в Икеи Чего-то Либо в сморю Там в городе Немного пока идти Покрывается какой-нибудь ледик Да, контроль Контроль, мягко говоря Умилки оставляет желать лучшего Эти адепты стоят вообще Стоят вообще не при делах Здесь 4 телепортнул Прямо под юнитов тирана Зачем-то Не помню, зачем Про этих адепт Вообще забыл в принципе Не телепортируют Сейчас, ну правильно Здесь прилетели Марья Киминка Мазеркор стоит Вообще ни хрена не делает Сейчас тут Мазеркор Уверчаж же выставит Адепты врываются На лоу граунд Вспомнят и про то Что сверху-то происходит Так, здесь ушли 3 осталось там Уверчаж же выставлены Мазеркор есть 50 энергии было Можно было Уверчаж поставить Но Милка забыл про это Адепты туда-сюда Ходят, короче Везде гибнут По лимиту Правда в плюсе Уже Милка Да Кажется кто-то Много F2 жмет У меня такое ощущение Контрола Так Контрола Там армия продублирована Несколько раз Стенки у Милкикау нет Поэтому Можно врываться Спокойно Адепты очень много Заходят здесь Смотрите Но только в био Надо заходить Не знаю Чего Милка контролит Там это время Просто смотрю И удивляюсь Борвись ты в танке Не в танке А в био Вот этими иллюзиями Все Он никуда не уйдет В итоге Никуда Милка не ворвался И у Милкикау Такая группа Получилась Уже армия Что Она развалит В общем-то Адептов В легкую Вот этих всех То есть под танки Под либераторный Пойдешь И беда будет Паула просит Милка Что-то там случилось Адепт Продолжение следует Игра возобновлена Так, пару сталкеров варпанул тут Милка Ну, в принципе, по экономике в плюсе, третий Nexus есть Просто делай блинк, делай грейды, и всё будет хорошо Фиерер, когда будет ФП ФП будет так, а будет время, пока некогда Ну, как-нибудь поиграю, конечно Привет, ой, том Надпись виновного больше делать, вызвать на мигающий Могу на весь экран поставить Ну, к сожалению, чтоб только тебе Она шла, ну, вот Не получится В будущем, наверное, технологии до такого дойдут, да? Что одному зрителю нужно будет рекламу Там на весь экран впилить Так, DarkShine доделывается DarkOp варп будет Пока нету никаких варпов Туретки с краю, туретка в минеральной линии Ну, на второй базе ноль, то ли это Так, Юр, каково безрука? А, Физкульт, привета Привет, Сеч, привет на Твиче всем Два DarkOp проходят Кстати, обсервером-то видишь, что здесь нету туреточек Милка Халяву заходит DarkOp Один на мейн идет Туретку надо бы сломать Туретку ломают Так, КСН как-то вычинивают Ну, криво как-то вычинивают Надо сканить мейн сейчас сразу Пошел скан, DarkOp в окружении Ай-яй-яй, не вытяни Не как Вроде рубят больно Но окружили вообще Так, приехал Милки Кау вперед 115, 158 по лимиту Здесь минус Адеп Пытается идти дальше Медивак 1 Простимпачился в 7е И в итоге нечем просто вылечить Всех этих юнитов Так, здесь что-то Адепты Везде стоят по всей карте Так, до арки Вемыш нанесли не слабые Сейчас на самом деле Здесь один танк И несколько юнитов Био-юнитов Адептики доходят Телепортируются Нужно принимать бой Простимпачился Милка Милки Кау, простите Адепты уничтожны моментально Отходит основной группой Био-танки таки Оп-нока Башнями синхрон Таки, о-оп И приказ не был Лодбен, короче На выстрел Простимпрофки Ну, здесь другой танк Без приказов Сиджи Приказ Холл Позишн Поэтому он развалил Опять Дарки залетают Все с косами, короче Начинают разваливать К минеральной линии Пошли Надо стимпачиться И опять Милки Кау стимпачиться В 7е, ё-моё Что за ошибки-то такие Провальные Здесь турецчик Убили Сейчас А, тут болел Наверное, просто Убилай Тепл И Нашелат Адепты сталкеры Сиджи 127-165 Стимпачиться Опять Милки Кау Блин, насколько Все демаджено Это жесть Вообще Милка Вот Боязливый Милка Это типичный Милка Хотя Здесь, может, и не нужно Ему было Наламу Преимущество Хорошее Лечить вообще Нечем Медиваки не строят Чикать перекос Я здесь Среди теней Говорит Дарка Стоит на мэне Просто Ничего не делает Пока Разведчик Негры зажали Дарков Действительно КСМ Они такие По-моему Темные И зачитали Им рыпачка Немножечко Бодрить И у Дарков Кровь из ушей Пошла Просто Они не выдержали Короче Здесь Дарк Тайс Туретку Завалить За этого Тра-та-та-та-та Марик Его с автомата Застрелил В это время Милка Заходит Через Скайграунд Хорошо Что Милки Кау Не жмет Еще раз Стимпак Они вообще Скоро Им уже В больницу Надо Не на больницу Здесь им Просто на отдых Надо А скоро Уже В реанимацию Придется Ехать А то Уже Там все Такие Ходят Уже Злые С ножами Дозняк Нужен Как бы Новый А нету И Лечение Ох Прижгло Неплохо 8 Юня Это Минус 156 194 200 Уже Милки Четыре Базы Уже В Арману Можно выходить Емое А все Почему Произошло Была бы Одна Туретка Стандартная У Милки Кау Тогда Когда Дарки Заходили Все Вообще Ничего Не было Совершенно Другая Ситуация В игре Была Здесь Они Прошли И Сюда И Сюда И Все А так Была Туретка Здесь Всегда Неск Юнит Хотя Стоя Они Сдержали Дарков Просто Трех Мародеров Что-то От него Отвалилась Какая Штука Так Призма Висит Туретки Здесь Нету Можно Харасить Лететь 200 Лимит Правда У Милки Вот Опять же Такая Такая Тема Ну Если Ты Пассивно Так Любишь Поиграть Сделай Ты Вторую Фаржу Черт Побери Добавляй Старгит Выходи В технологии Там Темписты Атаку На воздух Сразу Смайли Смайли Смайлик Идет Милка Вперед Смайлик 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 Ну вот Опять же Нажал Стимпак То есть Ему Эта Атака Стоила Дороже Чем Вообще Прокосу Сейчас Почему Он Прожал Стим А Лечиться Нещем Адепт Тут Принимается Они Пытаются Пройти На рампу Депозчики Закрыты Не пройти Два Телепортнулись На третью Базу Нужно Их Отбивать Милки Не хватает Милки Кау Простите Не хватает Милки Таска Милки Пока Хватает Вот 3-2 Делает О Добавил Хожу Вторую Правильно Сделал Так Здесь Врыв Тобой Дальше Да Идет Милка Вперед Дестабилиз Ой 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 Как Успевает Милки Кау Смотрите Сплетанутся Молодец Пусть Не идеально Но А вот Сейчас Может И здесь Успел Минимум Юнитов Потерять Но Нужно Идти Вперед Но Насколько Все Перестим Пачено Опять Здесь Пламп Самое Главное Что Милки Кау Умеет Игрызаться Как бы Здесь И это Важно Для Тирана То есть Ему Очень важно Вовремя Напасть Сейчас Танки Нужно Ближе Перевозить И драться Просто Нормально Все Адепты Идут Вперед Конечно Никуда Телепортир Не будет 170 на 200 По Лимиту Настроил Этих Дестабилизаторов Но На поздней Стадии Другими Юнитами Надо Преимущество Закреплять То есть Надо Чем-то Таким Позиционным Колоссами Там Я не знаю Как это Привет Гекс Прошу Танки Милки Кау Контролят Турниры Начинающих Это Интересно Мне Самому Интересно Что В ближайшее Время Останется Блица По-любому Ну Не все Может Останут Опять же Как бы Надо Помогать Надо Чтоб Видели Хотя Бо Кто Играет Почему Потому Команд Нет Сейчас Поддержки Нет У игроков Может Они Хотя Стренили Будут Поддержку Потом Получать Другого Варианта Сейчас Нет Как Поддерживать Молодежь Так Идет Вперед Адепт Сталкеры Врываются Адепт Сталкеры Адепты Не телепортируются Опять Милка Боязливость Твою Врубил До дестабилизаторов Милки Као Умудряется Увернуться Каждый раз Хитро Очень Прямо Паржи Здесь На мэне Шатает Которые Вообще Грейдов Не делают Здесь В тылу База Осталась Целая И невредимая Так Здесь Бьет Тоже Бьется Я Упорно Не могу Понять Почему Смотрите Медиваков Сейчас Вот Так А где Они вообще Все 8 Сейчас Медиваков И 4 Потеряно 12 Медиваков За всю Игру Построил Медиваков Почему Медиваки Не строит Нормально Количество Так А танками Уворачивается Билов Здесь Развал Ёма Сколько Здесь Выстрел Дестабилизаторов И Штормы Тоже Вообще АПМ Какой 27 233 Ну Такой Уж Гигантский Ну Так У Милки Большой Запас Ресурс Сейчас Милки Као Развернулся Вот Эту Выбил Было Вообще Нормально Искатель Помните Почти Не слышно И Звук Там Подрегулирую У себя Ты первый Кто об этом Пишет Меня Вполне Нормально Слышно Я уверен Сейчас Настройки Стандартные Стандартные Абсолютно Так На 12 Идет Сейчас Милки Као Нужно Брать Танки Идти Вот сюда Видимо Хотя Ой Здесь Тяжелой Дестабилизатор Здесь Есть Так Ну вот Раз Тут Медивак Побольше Хоть Лечит Чего-то Там Ну Не Мариками Здесь Надо Либераторов Вперед И танки Вот Сюда Натасить Чтобы Танки Убивали Да Не Ну Тут Хорошо Милки Као Здесь Тут Занимается И все Нормально Здесь Дерется Я бы Сказал Прикрывает Свой Выход Очень Неплохо Чтоб Танки Контролил Б Медиваки Засаживал Блок Вапилон Здесь Топлай Блок Уже Надо Либератор Сейчас Сразу Нужно Либератора Вперед Заводить Стараться Так Есть Штурмячка Отфокусил Милки Као Не хватает Милки Мишки Контроля Но Он Послал Контр-атак Всех Своих Адептов Их Реально Дофига Здесь Их Реально Очень Много Стимпак Где Стимпак А нет Что-то Утирано Стимпач Скорее Милки Као Стимпач А Милка На муве До сих пор Адепты Ходят Их Просто Громят Здесь Разгромил Тиранов Тиран Неаккуратно Милки Као Зашел Сюда Почему Неаккуратно Нужно Здесь Было Просто Напросто По чуть-чуть Выводить Юнитов И часть Составлять Здесь Все-таки Сзади Так Здесь Либератор Пытается Улететь Я думаю Он не улетит Уже Или улетит Улетел Даже Либератор Здесь Тоже Улетел Ну И лимит Больше Тирана Только Что Было Тиран Стабилизировал И вообще Эдиси Выиграть Может Медиваху Повольше Надо Добавлять Только Звуки Грандковато Я Здесь Среди Звуками На 50% Звуки Посише Сделаю Я думаю Нормально Будет Слышно Ревелейшн Попал По Медивайку Милка Прыгай 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 Что ты Так А где Мать Не понимаю Сейчас Ребята Будут Мне Позвонить Так Так Стимбак Ой Первый Такой Дикий Прям Выстрел Смотрю Призму Подрезает Милки Кау Пытается Согнать Здесь Колоссы Что то На мую Сливаются Штормы Пошли А штормов Вроде Как Увер Ой Как Больно Дестабилизатор Бахнул Остальные В молоко Просто Милка Не попадает Никуда Здесь Что то Агрессивно Какие то Блинки Дарков Не видит Милки Кау Не сканет Ничего Улетает В итоге Но Не теми Делать Укусит Милка И все таки Милки Кау Умудрился Сейчас Отдаться Как то Нелепо Так Где мой телефон Вообще Вот он Мой телефон В кармане Лежит Здесь Уже Действитель Занят Нет Все таки Не получилось Немного Походу Втащить Хотя Был он Близко К тому Что Перевернуть Эту Игру Реально Ну Бьется Молодец Музон Сейчас Громко Достаточно Слышно Так Здесь Надо Нексус Установить Добычу Мы Что Опять Вроде Как Подрались Знаете Как будто Подерутся Подерутся Мирный Договор Заключат И все Не бьются Потом А на самом Деле Затишье Такое Не видят Происходящего Заходит Милки Кау Принимает Бой На дальней Базе Нужны Сканы Дарки Резать Дарков Надо Убить Дарков Убил Стал Креп Отходит Четыре Либератора Это Реально Много Три Атаки Как больно Либератору Сейчас Стал Подошел Зал Сдел Стабилизаторы Стреляют Здесь Нексут Уже почти Добылся Вот Чем Прикол Марик Мародеры Таки Мимо Спокойно Идут Милка Пытается Заходить Под Либераторов Пошел Все Врывает Вперед Либератора Прозваливают Либератора Не Грыженные А Сталкер Это Три 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 Опять Хлам Все Перестимпатч Бегает 90 на 140 Ну Вот Вовремя Тут Нексус Заметил Игрю Тоже Мог бы На самом деле Неплохо Подраться Гагаев Все Таки Последний Бой Будку Чарлик У дивана Вливал Мой диван Это Его диван Не Не Жалко Да Сейчас Я позвоню Потому что С Чарликом Надо гулять Где там Все Не Знаю Сейчас Следующую Игру Будем Заходить Немного Дома Немного Немного Продолжение следует... 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 Милка всех лодит, Милкикау не может фокуснуть, но что ты делаешь-то? Добей ты эту пробку, чертову, блин. Гранаты в молоко все вообще. Уверчаж минус рипер. Здесь адепт пришел, тоже что-то туда-сюда побегал, ничего не сделал, короче. Ну, видно, что нервничают оба, как бы, и в итоге такие косяки происходят. Улучшение завершено. Так, ну тут адепт немножко поковырял кто-то, кстати. Рипер уничтожен, там пробку одну он подрезал только лишь. Адепт он не телепортируется, Милка видит, какие здания здесь находятся. Вы сами видите, какие находятся. Здесь старпорт, барак на реакторе. Факта в нем нить, склончик строится. Здесь глефа резонирующий, то есть адепт он скорость атаки делается. Ну, я не знаю, будет ли какой-то выход. Возможно, да. Возможно, будет какой-то. Так, скан пошел. Третий некст ускали. Милки као, но отсутствует. Здесь призма и три гейта адепта, в общем-то. Четыре сталкера будут. Можно сталкера плюс адепт полететь, похарасить будет сейчас. Здесь какой-то выход небольшой пошел. Строится танк-либератор, по точке сбора здесь. Но улыновых никаких врывов не будет пока, насколько вижу, у тирана. Вообще, билд-то такой агрессивный. Можно бы и пропушить было бы, достанчиками здесь попытаться. Так, один Марик на отдачу пошел. Ну, призму спалил Марик, это важно. Сейчас, ребята, окно прикрой, что ли? Руки подмерзать стали прям. Батарею вырубил, чтобы душно здесь не было нафиг. В итоге прохладно. Куда хотел Милки Кау пролететь? Ну, это экстремальная гонка просто между пилонами не удалась, называется. Куда хотел пролететь? Дропнись ты сюда и либератора здесь разложи. Все, здесь один пилон. Куда-то пытался, сюда, может, хотел пролететь. Ну, а смысл, что ли, то же самое, что сюда? Ну, не знаю. Для тирана это, конечно, не катастрофа вселенского масштаба, но на самом деле провал, я бы сказал. Так, ошибся немножечко, Милки Кау там потерял. Ну, игра продолжается, тем не менее, рабочих строят один, другой. Третий сэш, как это позднее достаточно. Так, наконец-то, Steam заказан, плюс еще бараки добавляются. Щиты надо делать. Понял, Overmind МК, хорошо, что ждете. Заскочу к вам, что тут говорить. Так, а сколько на сегодня, что там вообще осталось-то на сегодня? Уже почти все сыграно. А, Милки Кау, Рима МК. А, тебе как раз еще надо, ем, а ты себе еще много играть. С кем-нибудь-то можно было бы и сыграть в это, ну. Потому что... Уже два часа, всего час остается к ГОФу СК, как бы, и все там пары навряд ли успеют влезть. Шесть пионов, Милка тут стебает. Какой-то прессинг пойдет сейчас или что, я еще не пойму. Так, 10-дев, Зилок. На центре отдыхают, стоят. Сэшечка летит. Долго она, конечно, летит. Призма, кстати, с Му, между прочим. Так, стимпаг доделся. Стимпаг доделся. Вот же есть лаба. Почему щиты не заказать было сразу? Так, два барака на лабе. Здесь одна лаба освобождена почему-то, два на реакторе. Здесь барак может... Два старкорта при этом есть у Милки Кау. А, он собирается тут масс каких-то викингов что-то наштамповать. Не понимаю, я, честно говоря, пока... Или медивак в прошлой игре МАВА строилась, решил по четыре строить. МАС либераторов, может быть. Туретка в этот раз хоть поставил. В общем, не парь, все, что успею постримлю здесь, все, что не успею, уже не постримлю на гуф войска пойду. Просто МАМ-то тоже на гуф войска сходить, как бы, побиться надо бы всем. Так, пошел на лом от Милки. Милки Кау здесь пытается... Вот, посмотрите. Плюс один на адептов, а щиты не доделались. Хотя лаба было две. Было две у пропса. У тирана, простите, на барак. Просто заказал защиты вовремя, вообще бы здесь не парился с обороной. Но и так здесь либераторы танки, как бы, они-то и сдерживают эту атаку. Не делись-то, поздравляю тебя с возвращением. Ой, мы тебе не будем усолнуть. Я еще не выспался, ну ладно. Так, два колотика строятся. 193-162, Милки Кау выдвигает вперед. Я смотрю и молчу, короче. А здесь-то идет движуха вовсю. Не знаю, насколько успешно тиран сможет здесь атаковать. Ну, даже пару минок у него в миксе есть. Есть два танка, две минки и лабераторов штук пять. Уп, побольно может быть, но минка и марик там какой-то погиб. Немного ее, мне сложно было. Заходит, Милки Кау сверху. Ну, а знаете, в чем проблема? В том, что лимит-то здесь боевой. Ё-моё, сколько здесь лимита забыто. Это же вообще жесть какая. Причем они в этом контроле вбинжены. Посмотрите, у тирана. То есть они просто здесь симпатчатся и выйти не могут из-за деплошки. Это катастрофа, черт, побери. Так, залпы дестабилизаторов. Идет вперед Милка, принимает бой с либераторами. Либераторы разваливаются, все танки разваливаются, все полетаются. Медиваки улететь. Улетает, но нужно аккуратнее быть. Куда полетел-то, ё-моё? Так, не стал Милки Кау лететь вперед. Правильно, но полемит, кстати, сравнялся практически с оппонентом. Наконец-то заметил, что просто немереный войск стоит и берет их вперед с собой. А не без Медиваков, без всего вообще вперед идут. Ну, шканит. Милка Кау здесь заходит либераторами. Милка словил, что... Просто отдал три либератора, все. В это время АДФ на третью зашли, дома обороны нет никакой. Медиваки что тут на муви летают, непонятно. Домой-то будут они лететь? А вот, полетят три домой. Один здесь в атаке, карасик. АДФ на третью зашли. 122-155, но по-боевому близко, конечно. Домой-то будет. Так, опять Дарки гуляют по мейну, по второй базе. Скан мимо Дарка бывает. А Дарк-то выжил, между прочим. 173-39 по ремиту. Ой-бабах, больно идет сейчас со стороны дестабилизатора Милки. Еще один взрыв. Куда-то сагрилась. Просто часть армии сагрилась и отдалась сейчас. Вообще фейл, короче. В итоге здесь очень мало, чем есть отбиться. Здесь опять забыта группа. Она там старком, видимо, воевала. 90 на 120. Ну, кстати, боевой лимит до сих пор почти одинаковый. Что самое удивительное. Ну, что по грейдам у Протс только три атаки, у Тирана 2-2. Между прочим. Моцэцэщику теряет, Милки Као третью пишет. ГГ в итоге. Нам нужна следующая игра. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Так, ну что, мастер Васи овермайд МК сразу начинаем. Мы дальше просто не ждем, потому что время остается мало. Уже, да, гоуфу СК. Ну что, погулял, наконец-то. Гулял. Черлец. Иди на окно. Так, секундочку. Ну что, здесь овермайд МК разведывает дрончиком. Заехал к Тирану на Мэйн. Тиран играет без разведки через Рипера в Сэшку. Дрона отдавать не надо было. Конечно же, но дрон погиб. Смерть на пороге. Освенбер. Продолжение следует. Пристройка завершена Так, ребят Идёт движуха, отвлёкся на секунду Муфлингом, муфовером делается Здесь королева подкуда А, на рипера пытается стогнать В общем-то надо ждать мувзергу, очевидно, да? Мастер Васи не надо Просто риперов отдавать Ничего отдавать не надо И здесь выход идёт стандартный дроп 16 мариков Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, ребят, третья Третья хатка что-то отвлекается На читоз 1 на 1 здесь у нас У мастера Васи дропчик Поэтому почему-то игра идёт без инженерок Вообще-то это как улын как будто какой-то Ну, третья цешечка, да, добавляется Но, ну где же грейды Здесь вот по этому билду Уже сейчас должны добавляться Уже примерно если одна инженерка То уже она должна была готова быть Игрейд делаться Но Только-только она заказана В такой ситуации На пару добавляет Привет, Клавдиус Уловер падает Куда ты подорвался? Куда ты подорвался? Кусач, блин То сюда прийти, то обратно надо Пассивно пока игра идёт Чё-то дропнулся тиран Как-то мародёр у него непонятный Здесь зачем-то в миксе есть Делаются щиты Три барака добавляет То есть получилось как И первым дропом он ничего не сделал Грейдами не нагоняет зерга особо И Ух, повезло, как на один выстрел Королеве осталось Здесь грейдами особо не нагоняет И, блин По экономике-то вот Хотя не, по экономике у тирана Всё замечательно У него рабочих даже больше Но это зерга ошибка, да, как бы ВР есть Тоже тут 2-2 не заказывается В общем-то, косяки зерга здесь присутствуют Ну Здесь так играть надо Первым выходом Чё-то там полетать Похарасить, попытаться Третью сосечку Быстрее занимать Быстрее инженерки добавлять Вот арморе Вторая инженерка пошла Третья инженерка Так, Либератор третью подблочил. Сейчас Либератор подблочил мейн. Как бы событий мало, но происходят они, тем не менее. Но пока далеко до решающей битвы здесь, я так понимаю. Так, здесь Королеву зашли, Либератора принимают. Он одну уничтожил с этой стороны и двух дронов успел забрать еще. Так, здесь что-то линги бегают. Ну, тиран здесь четко все контролит, гоняет. Опять же, вот, ну, на опте придет. Когда забегание такое идет, не нужно всеми юнитами стимпатчиться сразу. То есть, 4-5 маленьких стимпатч, ну, они первые к собакам подбежали, выстрелили. Все равно зерк убежит, как бы. И все, и ты хп не потеряешь. Если же зерк будет наламываться до конца, то тогда просто-напросто всех и простимпатчись. Что ты взад-вперед все ходишь, черлец? Иди отдыхай или на окно иди. Иди, иди. Так, здесь что-то бои наедут. Тирана, как непонятная группа, на муе в центре гуляющая, двигается. Здесь тройной, аж целый дробчик прилетает. Моряки разгружаются прямо под лингов. Ну, е-мое. Сначала причем начал разгружаться, потом тормознул с разгрузкой. В итоге линги все, сжирают просто. Так, еще раз стимпатчился, в окружении драться пытался тиран. Думал, что мариков слишком много. Ну, а знаете, в чем проблема тирана была? Во-первых, нужно дропаться к самому краю, чтобы вот с этой стороны не окружить было, да, как бы. Во-вторых, он зачем-то начал дропаться, потом остановил дроп, потом опять начал. То есть, если начал дропаться, то дропаешься. Либо вообще, как бы, этого не делаешь. Ну, линги были на 2-2. Хотя, нет, возможно, в тот момент не было еще 2-2. Если было, то там без шанса было при любом распаде. Потому что 1-0 марики, 2-2 лингов не могут в таких количествах никак разгромить вообще. Здорово, Акирыч. Здорово всем, ребят, кто недавно подошел. Очередной Либератор залетал в Хараси. Был уничтожен. Ну, 152-124 в пользу Мастера Лайса по лимиту. Нужно давить. И забегание готовится. Бункер надо вот здесь вот где-то ставить. Ну, что он здесь прикрывает? Вероятность забегания, наоборот, вот с той стороны больше. Так, неплохо. По минке жахнули. Ой-ой-ой, как минки больно здесь жахнули. Но в итоге сплита у тирана нет. И несмотря на то, что у минки больно очень стрельнули сейчас, не получается продавить ничего. Вот. 29 по лимиту. Так, забегание пошло еще. Еще минка жахнула. Еще одна. Ну, так, в общем-то, разменяли здесь. В это время тиран на третьей базе все потерял. Зерк забежал, уничтожил вот тем врывом. Бункер вот что-то не помог, ничего там не помогло ему. Бункер вот что-то не помогло ему. Продолжается прессинг, но... Ой, пока ультралы мягкие, пока с ними можно реально биться. Нужно вот мастер Вась куда-то бежит, а на самом деле сейчас в такой ситуации нужно, наоборот, биться с ультралисками. Пока у них нет армора, но не все прожимать успевают, в общем-то. И видеть эту информацию, что армора нету, например. А сейчас он будет, и вот прилетел, и, в общем-то, поставил себя в сложное положение. Теперь ультралы с армором, и теперь ты хрен их раскачешь здесь так просто. Как можно до этого... Все, теперь они неубиваемые почти стали. Плюс четыре армора просто стало. Без четырех не хотел драться, но теперь терпи чё. Теперь минус мастер Вася. Без четырех не хотел драться, но теперь терпи чё. ГГ пишет мастер Вася. Ну вот, ошибка, считаю. С ультрой надо было там пытаться биться, но пытался давить. Не хватило, не хватило здесь сил раздавить. Жду инвайт в следующую игру. Так, пошел инвайт. Так, сколько экспертов про Оздрус в чатике? Ответ здесь просто. Вас забыли спросить, со скольки лет делать и что как бы. В следующий раз соберем передачу. В стиле вечера Соловьева. В стиле вечера Соловьева. Продолжение следует... 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 Так, еще 7 мутовиков, что-то прям масит муту здесь у нас зерк. Попробуй в другом браузере, может, гекс, или обновить тебе браузер, может, надо. Ну, скорее всего, ты там, скорее всего, ты там что-то криво делаешь, просто, и все. Все, тебе надо обновиться и заново попробовать. Слушай, не знаю, у меня твоя ссылка не открывается, гекс. Не знаю, в чем там прикол, но на самом деле должно что-то получиться. Так, не слабо тут муткой карасит мастер Васю зерк. Так, на минку попал. Ну, кстати, неплохо получается. Ну, сейчас вот мимик уже много становится, будет тяжело. За эту игру уже 7 мутовиков зерк потерял. Ну, в принципе, второй волной, вторым врывом нормально дэмэджи овермайн танка нанес. И, кстати, игра здесь Беллинг Баст идет. Это знаете в стиле кого игра? Это в стиле Вайлета. Вайлета тогда, когда он тащил Вайлета корейского вот этого зерка, который в Америке сейчас живет. Он очень любил подобные билды. Линга Беллинга мутка, как бы, раннюю агрессию. У него очень круто получалось-то, но потом он стал мертвым. К сожалению, можно было лингов упрекрыть сейчас. Так, у нас не получает... Ой, минус медивак. 83, кстати, у Аси все равно больше лимита. У него 3-я база добывается, причем 3-я и ближние друг к другу. Это будет очень агрессивно. Ну, на саппорт собаку Гудгейм Рупи шел. Если не получается у тебя станут, скорее всего, это... Ну, что-то ты там, наверное, не так делаешь, скорее всего. Спуск по плате правильно выбирай, там, и так далее. Видишь, люди сегодня уже много, кто с картой поддерживал. Так, 107-94, Зерк пытается давить все еще. Линги-беллинги вновь заходят сюда. Так, муталиски мимо пролетают! Беллинги мимо Мариков! Что за просто каратэ, кунг-фу, каратэ, блин, происходит. Зерк мимо пробегает, Мариков не уничтожил. Тиран тоже там на муви идет. Ну, правильно, что... Вот, тирану повезло, что он не атаковал. Если бы эти беллингов он атаковал, ему бы хуже было бы. А они там погибли. Лепой, как линг сейчас убивис, рептилоид просто... Но F2 надо меньше сжать, тогда бы этот линг стал бы чемпионским лингом, но... Отвел его прямо на бункер сейчас овермайд МК. А мастер Вася-то давит, лимита-то боевого больше. Ну, овермайд МК 2-2 доделали. Сейчас грейд С2-2 тоже можно попытаться отбиться будет. Так, давит мастер Вася. Залез на крип с хайграунда. Минки не успела копать вовремя. Вейлинги и лингги заходят. Марики стимпатчатся. Минка делает залп по мутке. И все, не хватает тирану сил здесь, чтобы продавить. Надо улетать, надо битву биться. Продолжить. Ну, хату потерял, кстати, зерк. Здесь на третий Вася такая скудненькая, я бы сказал, добыча идет. Здесь вообще добычи нет почти. Ой-ой-ой, больно как. Пытается мастер Вася куда-то далеко, к зергу там залезть. Так, минки не слабо. Дэмэджи здесь 88, 68. По боевому вот уже тиран даже проседать начинает. Ну да, заказ есть как бы и так. Ну, по грейдам стопанулся в какой-то момент. Привет, Скрим Москва. Спасибо, Ленурчик. Мастер Вася откуда? Оттуда. Битва юниоров у нас в Старлайн. Все, у нас звание есть. На Твиче всем привет. И тебе Скрим Москва. Отдельный. Минус 20 лимитов. Ну, вот это для тирана последнее. Я думаю, что косяк. И это 0-2, скорее всего. Потому что не надо так отдаваться вообще вам. Мастер Вася немножечко даже бомбануло. Да, это и есть Мастер Лига. Но некоторые игроки в ГМЛ. Так вот, наверное. Так вот, мы видим. Продолжение следует... 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 Я в домике. Да, овермайнд МК, Милки Ка, овермайнд Милка. Ну вот это мы точно... Опа! Посмотрите, что творится здесь, ребята. Прилетел реперончик. Хату до сих пор Милки Кау не видит. Все, значит, Юниоры. Значит, что до 18 лет включительно. Вот, одному, что участнику есть 18 здесь. Ну, не стали, в общем-то, его не брать. Роучи заходить, Марик один, бедняга. Минус, Марик пропустил еще наверх. Куда? На депошечке стой, чтобы не закрылась она. Вот, молодец, овермайнд МК. Все правильно сделал, как говорится. Нужно реводжеров морфить как можно больше сейчас. Что он делает-то вообще? Оверов не хватает, блин. Где реводжеры вообще? Вот один все. Сейчас можно было на все просто реводжеров наморфить. Но, блин, вместо того, чтобы на все раморфить реводжеров, не из чего просто их морфить сейчас. Так, нужно зайти. Вот депошка бесхозная вообще. С этой стороны зайти. Можно проатаковать ее. Наконец-то еще реводжеры запилили. Еще, моверов все равно не хватает. Закажите два подряд, черт его дери. Так, фаерболить можно. Надо еще фаерболы правильно кидать, научиться правильно. Это как? Вот между депошкой и реактором надо кидать, чтобы то и то заделал. Это с ПК ДМГ. Вот, вот, таунок из правильно. Сейчас выйдет танчик уже. А с танчик это значит, что пуш нужно либо заходить наверх, вот от станка убивать, либо больше не пушить. В общем-то, зерк как про... Зерк очень долго пушат. И, в общем-то, сейчас происходит такая ситуация, что... Короче, провалил. Пуш получается. Ставить, пытается вторую хату. Молодец, я уж думал. Не за контроль. Это вообще рипера мелкий каус. Все-таки законтролил, лингов выбил. Нужно было что сделать? Нужно было, чтобы не было соплай-блоков, просто заморфить сразу. Если бы сразу были реведжеры, зашел на хг просто, пробил депошечку вот сюда, зашел и все, как бы, продакшн шатаешь, спокойно вот тут вот ходишь, пофиг на этот бункер вообще. Так, здесь какие-то оверов Вася сбивает. Так, реведжеров много, лингов много достаточно здесь. Зерка заходит на хг. Нет, не заходит. Решил, что не надо заходить, но прикрывать. С криптумора ставишь, надо прикрывать тогда, е-мое. Так, еще криптумор получается. Фаербулы хорошо тут пошли. Танчик добивайся, ты добивает танк. Еле-еле добил. Ну, правильно, что добил. Криптумор запилился. Крип... Крип убыть, короче говоря. Пошел там лэр. Здесь надо вот... Зерк тупит, ему как можно больше. Ему нужно не только сюда криптумора ставить, ему надо во все стороны пытаться распространить, чтобы тирану жизнь осложнить как можно больше в этой ситуации, да, как бы. Но этого не происходит. Тиран спускается вниз. Но это катастрофа для зажига. Чего и говорить. Фаербулы мимо танка сейчас прикольно попали. Так, а Артемий, что там за смайлы? Блин, вообще зачетный смайл. Типа они больше, чем надо немножко, или что ли? Мне нравится вот такое вообще. Блин, а как мне с тобой связаться-то, короче? Скинь низкую скайп, я тебе добавлю, просто там, ну, решим, что-то как. Смайл вот четкий получается. У меня, кстати, два места уже свободных. Надо два смайла. Надо вот хотя бы царя и еще что-то придумать потом, короче говоря. Да, да, да. Так, здесь криптумора и здесь два, ну вот есть криптуморчики, чудом тут OverMind МК выживает на дальнюю, ну как выживает, он чудом занял вторую базу, здесь все потерял вроде как, личинки мастер Васи здесь пошатал, чтобы они не распространялись, вот два криптумора в разные стороны пошли, очевидно здесь что криптумор есть, скан пошел, минус криптумор, а здесь тоже распространяются, сейчас успеет вкопаться? Нет, не успел, но здесь успел вот обкопаться Воскресенье, пылесосить надо, хату, говорит Милки Кау и сканет криптумор, вот тут все, наконец все выбрал, еще надо простимпатиться, да, чтобы тут выбить две штуки, блядь Идет дожимать, сто восемь, шестьдесят восемь, кажется это будет минус OverMind МК, я не думаю, что здесь шанс какие-то отбиться, если вообще хотя бы минимальная Еще бы Маку Милки Кау сделал бы, с щепимариком было бы замечательно И не стимпачил, черт побери, всех! Вместе, всегда Так, здесь забегают шесть лингов, но здесь есть два мародера, два и три марика Так, ну, давайте сейчас контрола посмотрим Ну вот, я всегда так биндил, потому что я рандомом играл, а на самом деле ни в коем случае тирану не надо биндить Био с медиваком вместе Нужно контрол один Био, контрол два медиваки, если они отдельно летали, тогда когда Био на муви будет идти, медиваки будут лечить А если ты вместе их на муви посылаешь, то никто еще не лечит ВГ-фиг это вермает МК Как-то так Наркомана Рипера Не, ну это как-то Что-то были какие-то идеи, еще надо придумать Вот Так, Артемий, что-то не отвечает Так, Артемий Так, Артемий Так, Артемий Продолжение следует... 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 Так... Продолжение следует... 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 Главное, если вы видите, вот с зергом, который играет в стиль линга ультралы, помните, что он контрится, там масс грейды идут, он контрится грейдами просто, то есть с двух форжей надо грейды делать, все. Кровучий реводжер, такой рейнджовый зерг, там можно одну атаку в принципе делать, да, там до какого-то момента, с таким зергом лучше делать все, как бы, потому что иначе, если линги тебя подлавливают, там архоны и все остальное просто в хлам разваливается. Так, ну что, адектипы пришли, минус нули, тут нет скоробучек. Ахеоптерикс, ты что, попугай что ли, или что, я не понимаю. Или уши, простите, надо, уже приветствовал тебя. Так, линги Беллинг Нест, 30-22 парабам. А, это, кстати, идея хорошая, вот здесь вот надо Бэйном заморфить еще где-то, вот здесь вот овером облететь, например, на мейн одним, а здесь на второе облететь и просто Беллинг Бомбами задропать оппонента. Кстати, вариант очень и очень хороший. Главное, адептов в рыб не пропустить. Так, все будет замещать, надеюсь, робот, стенка просто мастер-класс называется, как делать стенки, которые не нужно делать. Ну и что? Так, эволюшен есть, Беллинг Нест есть, ничего не происходит. Чем кунт вискает у нас за тирана? Игра возобновлена. Масс туретки по периметру всех баз. Масс грейды на все тройки. На воздух, на землю, на био, как бы. Ну и поначалу био свищ викингов добавление, а в перспективе микс просто будет, как бы, Викинги можно несколько рэвидов миксануть, если есть темписты. Викинги, гастолк мастеров, как все, как вам. Можно несколько ливераторов из земляни. Так, у Милки 7 гейтов, он, кажется, пушек собрался, апонент своего. Призма прилетает, да вот сюда, за камни надо, ё-моё, что за глупости, блин. Что сейчас обходить теперь, по центру? Так, Глефы готовы, да, готовы Глефы. Всё, теперь то у Милки, то у Милки сапплай блок, то пилонов на 40 лимитов плюс. Клана 40-то здесь, и ресурсов не хватит на варп адептов просто. Так, ну, по идее, здесь в этой игре должно всё решиться. Слушай, адептов в этом. Ну, Милка, как обычно. 200 адептов, блин, здесь три линга стоит, он стоит, ничего не делает. Ну, давай дождёмся, конечно, пока здесь ультралиски полезут. Будем стоять и тупить здесь. Адепты врываются, сплит отсутствует вот здесь. Вот сразу гигантская группа адептов уничтожена. Но адептера очень много осталось, и они побеждают здесь лингов, это факт. А если бы был просто элементарный сплит ещё здесь, так вообще бы в мясо просто разложил бы. В чём самое интересное, что у Зерга уже мупейном доделается. То есть, если Протс просто-напросто сейчас не допушит, то тогда можно будет просто заулынить с Бэйном и убить. Ну, я так понимаю, что Протс здесь удачно вполне дерётся. Разваливает Милка тут всё вроде как. Адептами нет, чтобы с трубочами подраться. Что-то в кучу всё свёл в итоге. Так, филдом решил кого-то обмануть. Сам себя-то не обманет он. Филдом поставил филд, а дальше-то ну и что поставил. Так, ещё филд, ещё адептер. Делается ревозер. Сделки попёрли. Так, фулл надо минуснуть. Роуч Ворон не минуснётся, это точно. Главное призму сейчас на пауэрболу не отдать, да пулт и минуснит её моё, блин. Фулл наконец-то минусует. Адепты выходят. 70 на 47. Так, на третьей хате там движуха какая-то есть. Ещё товар по адепту идёт. Так, минус, третий хате идёт. Вот зачем тебе спорка... Спорка эта сдалась, если ты дарков вообще не делаешь, не понимаю. Походим, называется по фаерболам. Довар подсутствует. Здесь тоже ничего не происходит. Две пробки стоят. Так, бейлинги врываются. Подорвали, бейлинги там адепт немножко. Гэ-гэ, пишет овермайенд МК. Отлично, короче говоря. Что не затянулось, потому что мы успеваем к скилусу ворваться. Вот. Так, ну что, переменовываю всё везде, короче. И на твиче в том числе. Так, ну что, переменовываю всё везде. Короче, пусть одной записью пишется. Стоп-старт не буду делать я. Будут вместе и ГУХУСК, и юниоры будут вместе, как бы. Да и у вас не будет задержки, потому что задержкой им наставлять надо. ГУХУСКОВАМОННОМАМЕРНОМАМАМАМАМАМАМАМАМАМАМАМАМАМАМАМАМАМАМАМАМАМАМАМАМАМАМАМАМАМАМАМАМАМАМАМАМАМАМАМАМАМАМАМАМАМАМАМАМАМАМАМАМАМАМАМАМАМАМАМАМАМАМАМАМАМАМАМАМАМАМАМАМАМАМАМАМАМАМАМАМАМАМАМАМАМАМАМАМАМАМАМАМАМАМАМАМАМАМАМА Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, Ютермал против Скиллоса. Посмотрим топовый наш юниор, что сможет противопоставить топовому европейскому тирану, который, между прочим, вчера на Шауткрафт Кингс последними две карты взял. И будет теперь следующим биться Шауткрафт Кингс и первый. Вот, молодец, Ютермал. Вот, потом я чуть позже вам сетку покажу, ребят, все. Продолжение следует... АПМ, вы видите, охренеть у Скиллоса какой низкий АПМ, это вообще жесть. 130 на 3070, тем не менее уровень есть. Привет из Деймба. Так, здесь КСМочкой разведывает, Ютермал видит. Токс третьей попытки нашел оппонент своего. Что Скилл сделает? Мне кто-нибудь может объяснить вообще? Что он сейчас сделал? Нахрен он рабочего-то не убил? Ну, не убил рабочего, он еще раз разведывает, что тут говорить. Ну, или добывать поедет, или спалит какой-нибудь пуш там. Здесь Араху устроит. Три адепта Арахула, они будут врываться сейчас. Вот, он сейчас спалит, как Араха адепты будут выдвигаться просто, и все. Ну, кстати, они мимо тут, раба проходят вообще. Но не спалил. В это время передроп идет, вот, смотрите. Летает передроп от Ютермала. Да, Варфа адепт идет, минус Мазерхор. Оракул плюс Адептура идет вперед. Так, здесь еще одного Марика умудрился Скиллос выманить. Здесь, кстати, ничего особо не осталось. Сейчас адепты ворвутся, плюс Оракул сейчас ворвется. А здесь-то как отбиться? Здесь тоже непонятно абсолютно, как отбиваться. Залп минка делать, надо залетать. Араху, он что и делает Скиллос сейчас. В это время четыре Марика и Ветермала продолжают развалить. Араху полетел Мариков убивать, а тут вторая минка была. Хлоп-хлоп, и все, и нету ничего, не осталось. Второй Оракул вынужден отбивать. Все, это для Процсок. Пока не катастрофа, но провал. Скиллоса можно посмотреть немножечко ФП. Мне кажется, что биндами местности пользуются очень четко. Посмотрите, как он переводит грамотно карту. То есть без лишних движений. Одно нажатие кнопки, одно действие. Без там этих. Например, я биндами местности не пользуюсь. Мне уже в два раза больше АПМа нужно. Например, ну то есть, если переходить к армии, к зданиям по контролам. Ой-ой-ой, ну вот, катастрофа начинается. То есть тебе нужно просто нажать. Так, еще и по АДФ он дал. 12 пробок уничтожить. Тебе нужно просто 1-1 два раза нажать, чтобы перенестись, например, к первому контролу. Да? 44-46 парабама. Вот после потери 12 рабочих, это, конечно, провал был уже. Третий Некст скиллос пытается взять. Здесь у нас минка. Есть минеральные линии? Нет. Минки нет, но сколько оракул-юнитов наубивать, может, тоже непонятно. Ну, сколько-то наубивал. 48-45 правам. Более-менее пока скиллос держится, на самом деле. Привет, глядя. Привет всем на Твиче, короче, на СК-2ТВ и на Гудгейме. Началась более такая... Не знаю, более ли важная она часть, но более, понятное дело, скилловая часть сегодняшней трансляции. Не юниоры у нас бьются, бьются, бьются на Гоу-Пойска люди, хоть это и же недельный турнир, но здесь топчики и уроку присутствуют. Такие игроки, как вот Ютермала, которую мы сейчас видим, Нерча, Усну и так далее. Блай присутствует из наших, там, не знаю, браток еще, Стрэндж ничего не отписал, Стрэндж вроде как не играет. Здесь скиллос выбивает все-таки Либератора, наконец-таки, который напрягал ему мейн. У Фатонки в рабам есть? Не особо помогают они. Здесь два Оракула. Здесь уже туреточка есть, но вот тут с этой стороны туретка ближе к этой части, можно вот отсюда залететь, вот этих рабов забирать из газа тоже забирать, пытаться. Неплохо скиллос, ну как неплохо, можно было побольше мариков забрать, надо просто было сразу двумя нападать и первого дэмэджного отводить, а второй бы убился. Ну и Термал тоже не дурачок, там все видит, внимателен оказался. Здесь мимка опять, ё-моё, 8, это сейчас только что, да, это сейчас только что 8 пробок погибло, просто нету этой таблички, которая считает рабочих погибших, но я вам не показал, здесь мимка на мэне не копает, минус сталк. Короче, что-то Ютермал тут жестко разводит скиллоса. Скиллос в это время пытается проатаковать Ютермала. Ютермал загружается и залетает за застройку. Адепты без... Волон не активировал премиум на ваш канал. Адепты без глебов, адепты без глебов, это катастрофа для скиллоса, ребята. Ютермал в легкую отбивается, действительно. И минки везде есть, минки продолжают стрелять. На мэне, на второй, на третий только погибло. И здесь можно даже перекопаться вот сюда, куда-нибудь попытаться. Ну, кстати, были бы сейчас адепты с глебами, а так могла быть это и достаточно успешной с поддержкой Оракула. Спасибо Волоне, спасибо всем, ребят. Это Ютермал Победа. Он идет дальше по сетке, продвигается. Вначале Бо-1 все играют. Я думаю, вы прекрасно все это знаете. Ну и браток там 17 минут уже с кем-то бьется, насколько я вижу. Совет по бабам. Мой тебе совет, не связывайся. А ну или там, ну... Зазорка активировал премиум на ваш канал. Револьвер там, кто там еще у нас? Главный альфа-самец. К ним надо идти там. Кто у нас там есть еще на гудгейме? Даже не знаю. Ревчика знаю. Вот как бы... За остальных не скажу. Короче, Снут Оптимус. Здесь Оптимус Кугара пробрел. Ну, это ожидаемо достаточно было, потому что Кугакова в последнее время не особо тренится, я так понимаю. Здесь Супер у нас бьется СБР. Так, Мортал Пасс, Мирт Скирлс, здесь Ютермал прошел, короче. Браток Сато. Дальше Соул будет, кстати, опасный игрок. Аверс Матизу проиграл. Тут Рузев, еще есть Минато с Нафи. Хеллрейзера Аминдату забрел. Ну, кстати, Хеллрейзер с Нирчом, возможно, будет биться. Аминдату, возможно, из проблем будет Салайлом биться. Кинниш, вердос против арта. Опа, вердос-то я и не заметил сегодня. Надо вердос посмотреть. Блай, тут какие-то халявные фраги пока что идут. Вот здесь вот у него мана, скорее всего, будет. Если мана кому-нибудь не отлетит там. Ну, и блай, конечно, тоже, если ни от кого-нибудь не отлетит нелепо. Блин, вердос 2 минуты, как в игре. Ну, ладно, тогда ждем чего-нибудь. Сейчас я отойду на минутку буквально и вернусь к вам чуть позже. Вот. Вот, да ждите меня. Продолжение следует... 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 Вы ссылочку скидываете, если говорить, что стримит. Иначе я не смогу попасть. Я пошел, съел просто сейчас пару котлеток. Потому что я сегодня только завтракал давным-давно уже, в 11 утра. Ну что происходит-то? А, спасибо, спасибо большое за ссылку, за полотенчик. Так, тут уже овердос что-то прям... Конкретная движуха смотрю. А у оппонента-то там что? У оппонента Архонов. Так, прилетают фениксы. Поднимают... Что там, дестабилизаторы у вердос? Похоже, что так. Но, по-моему, у вердосу и так хватает юнитов здесь вполне. Так, ну залпани ты куда-нибудь стрельный били. Или там кдшечка идет. Короче, вердос и так пробил Арта. Has left the game. Красавчик, вердос. Значит, мы будем не без вердоса. Вот он. Это Калифорния там, что ли, на заднем фоне? Или что это? Не знаю, что это такое, ребят. Так, текст надо... Перенести. У меня задержка. Вы видите, увидите сейчас, как он доиграл. Так, а кто дальше у вердоса там будет, кстати? А, там еще пока неизвестно вообще, кто будет. У братка Сулу, возможно, сейчас будет на братку попробовать ворваться. Так. Так. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Калифорнийский кирпич... Великая Калифорнийская стена... Спасибо за зоркуоломе за премиумы... Подписки... Продолжение следует... 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 Так, братишка invited, отлично. Продолжение следует... 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 Так, хорошо... Продолжение следует... 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 всех по КДшечке и рабочих по КДшечке строить. Он рано или поздно по рабам-то нагонит, и по-боевому нормально будет смотреться все. Так, синее пламя доделывается. Отлично. Здесь филбата 2 полетел. Марик идет, минус Марик. И дроп он не спалит, что тоже немаловажно. Так, а здесь гелики с циклоном едут, кстати. Между прочим, уже синим пламяем, я уже об этом говорил. Здесь минка в центре есть, она на КДшечке сейчас. Сол даже сканить не будет. Будет сканить. Смотрите-ка, сканит, минку убивает. Браток здесь геликами заезжает на третью базу. Только не с танком надо драться, а с КСМками было. Братку сразу. Здесь, е-мое, здесь не долетел. Короче, блин, ну, я не знаю, надо лететь здесь как-то прямо на туретку полетел. Туретка идеально стояла, сбила все. Браток недоконтроливает. Идут сканы туда, и туда здесь тоже соу-минку убивает. Ну, еще, конечно, ну, не вечер. Только-только инженерка пошла. Танков сколько? Братка, два танка, все. У соула, который играет, бил, танков больше, чем у мех-тирана. Ну, вот это неприятно. То есть, это как раз самый опасный тайминг для братка. А если сейчас погибнет, то все. Так, здесь тоже хорошо минка, кстати, закопана. По медивакам бабахнуло неплохо. Соу проходит. Браток все видит при этом прекрасно. СС-4 ставит. Танки-гелики здесь принимают врыв. Соу видит СС-4 сейчас отменим. Ну, трикингами как раз да, нужно вперед лететь. Братку можно рейвеном секерочек кинуть. Вот демеджный танк и вынужден будет соу сейчас отбивать все это дело. Еще гелики подъезжают. Так, пошел вперед соул. Видит, что танк всего 2. Браток еще криво там хелбатов поставил, что они в бою не участвуют. Танков медленно, очень долго перевозил назад. В итоге хелбаты все погибли. Прикрыть нечем. Но браток неплохо здесь, в принципе, законтролил в какой-то момент. И вроде как даже отбился, что самое удивительное. Надо вычинить срочно все танки, что браток и делает. Реагирует достаточно быстро. Но по экономике что-то печаль какая-то уже. По грейдам что-то печаль какая-то уже. Начало неудачное для братка. Мехом из такой задницы тащить очень тяжело. Конечно, мехом идеально играть как-то преимущество было экономическое. Но не всегда бывает. Но на самом деле, если мех какую-то стадию переживет, то он может и с плохой экономики тащить начать. Так, здесь СОУ пытается все атаковать, я так понимаю. СМ-ки что-то тут упорезят, блин. Чуть три мародера стоит, короче. На четвертой базе здесь туретка есть. Браток дропает столбаков под туреткой. Отдает медивак. Одного марика убил. Это все, что смог убить. 171 на 115. Ситуация, блин, здесь... Здесь либератор прикрывает неплохо. Так, здесь четвертую, браток пытается занять, не занять. Туреток по периметру. Они есть две штуки, но... Можно вот здесь ведь пролететь будет. Да и четыре медивака, две туретки не успеют сбить. 124, 189. Сканы идут постоянные. Полетают СОУ, туретки разных медиваков бьют. Все живы в итоге. Дропчик проходит. Все время на Олоп через центр идет. Здесь два танчика всего встречают. СОУ пытается их убить. Купят юниты к его. Танки падают. В итоге на мейне катастрофа. И где катастрофа расшатался. СОУ братка, это уже факт, что не отбить будут, к сожалению. Это все дело, потому что все направления прорваны. Даже если браток отобьется, у него будут критические потери в этих замесах. Так, второй атаку, да, ни в концу еще терять нельзя. Не теряет, вроде как. СОУ, кстати, стоит на месте, он не контролит. Здесь у нас делается планетарка. СОУ наламывает с разных сторон, просто пытается наломиться. Браток не успевает выехать. Семь, вот если все танки здесь были, может, и отбился бы. Но, в лимиту катастрофы, конечно. Так, пытается планетарку пробрить, СОУ в братку. Браток на муви еще с танками идет, без Сиджа. Ну, а что ему еще делать? 68-162, мейн не защищен. Короче, блин, беда. И приросты просто невероятные. 2-2, плюс 2 только грейды. Прилепить этот браток, к сожалению, не смог выдержать прессинг. Так, а бладь-то в какой игре? Я чуть не понял. Мана была игра. Игра началась, ребят. Придется рестримить. Вердосу попрошу, чтобы заинвайтил. Сейчас ману Блайя поищем. А, мана сам стримит. И с ЛТВПЛ, наверное, стримит ману. Да, да, да. Чуточку не успел, я к Блаю, но... Ничего не поделаешь тут. Блай через золото играет, смотрю, здесь. Пытается продавить адепта ману тут в лоб. Адепта убил вроде как, но... Тут либо соло разгрызали эти, либо ничего не получится скорее на этой карте. Овера отдал лай. Не нужно было, ну, Блайя, как обычно, овера, там запас. Знаете, и так лимиты до хрена, еще два овера строят. Куда, ё-моё, лучше рабочих закажи на эти минералы. Вторую раскачай. Добрый день. Гранд Добрый день. Суперия. Добрый день. Ублечена я, хрена. Продолжение следует... 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 на главное там так здесь блайя против мана бьется вердос там скином сейчас бьется я пока здесь стримлю у блайя уже четвертая база смотрите эти раскачивается по лимиту в плюсе хорошо себя блайя чувствует я бы сказал 12 реводжеров пошло надо бейнов побольше делать только единственно блайя мана выходит на 12 часов базу сейчас у вердоса скинов здесь вы видите здесь стандартно пока абсолютно ким факту в раннюю играет возможно хуш с танками какой-то будет так мутали скамепризму блайс бил молодец так шторм у маны плюс чарж архонов ну очень много лай пытается разводить реводжерами зайти с хитрого направления какого-то и кстати он заходит со стороны 2 базы занял пятую уже базу кстати греблай фаерболы откуда блоки да я не по куда блай фаерболы кидать сколько реводжеров зайди кинь на пилон кинь на здание которое хочешь убить блай зачем по всем разным кидает но это же бред 15 бэйнов заказано со штормом уже будет тяжело конечно продавливать здесь ману вот сейчас краска минка обла я надо шатать так мутка висит мутка не ломится никуда так крип прям на 12 почти часах угла есть так мута залетает здесь пошел пошел на лом на нексусу блая так нексус падает здесь мутка прилетает блай шатает очень неплохо вам скажу мана теряет мазер пор кажется блай ману то бреет здесь это кое ощущение складывается фениксов мана добавил цити как экономику и блая пускает 4770 парабам 4570 парабам блайт сегодня смотрю тащит блай вообще гу на гуф войска смотрю последнее время что-то неплохо выступает именно на гуф войска еще фениксов подрезал там в это время контакт против против архонов и морталов идет падают торги и ты отключая было питание на старгита арху ой сталкеры на медленный пилон варпится на мэнни кстроу если блай отбивается это гг мани блай отбейся только пожалуйста эти умоляю золото теряет здесь добычи то нет на золоте уже так что пофиг вообще бейлинги идут вперед файр булла там нормально мана пишет гг царь блай вообще красавец мы к вердосу возвращаемся сейчас я делаю захват правильный так это уберу это лишняя кстати на гуф войска 50 кина 61 вердоса потери давайте глянем потери понуют они тут пробка 1 вердос погибла ну кин что-то дропом здесь шатает жестко против геликов там сражается вердос чего он не приведет сюда нам эти сталкеров побольше не понимаю есть а в сервер здесь кстати говоря так адепта вердос законтраливает молодец минку расконтраливает да почему медивак то не сбить не понимаю но отбился и на 10 рабочих плюс еще с вердос очень хороший расклад на него вот одну пробку щекин чертяга выбивает чем на халяву я выскал вердос строит призму угла и говорит что он с играл с марин лордом до счета 16 2 потом типа уже не играл кого-то так что я хозяйка там как бы было не досматривал была уже в лом было играть или почему там так так минку то надо было покуснуть так пробочка выводится минус пробка 1 но твердоса контролил но в таких ситуациях нужно быть расторопным просто имморталом райт-кликом чик и минус минка и не надо никаких пробок выводить будет хп показывается что на ей на один выстрел просто и все можно конечно поставить настройки чтоб не показывалось но это надо быть ну как бы глупым просто очень тогда так в лакс эти блайн овердос попадет если вердос кинус бреет либо на кино так как бы всеми руками за вердосу потому что надо проблевать кино чтобы у нас наша пара была и там кто-то дальше из наших точно шоу адепт на 3 марика пробрел здесь два адептика в призме летают харасик кин реагирует у кина нет стимпака еще даже 9886 у вердос очень хороший лимит это два базовая такая элегантная тема я смотрю колосса с рейнджом плюс stalker с блинком плюс призма но призму не теряй вердос только пожалуйста призму потеряешь все здесь конечно будет печально причем с плюс один все это даже делается так адептики новые новые варки цепь глефа есть нет глефов нет но после блинка сразу же глефа надо делать обязательно фаржа можно плюс один армор заказать на атаку 150 реально нету ванчи ну если не знаешь нахрен писать лишь бы высер какой-то сделать за тысячу раз это обсуждено было и формат и счет просто я не знаю почему блайк как бы говорит что не играл после вот это странно вот итогу еще двадцать восемь три был но я вот ну там игры я даже до 16 два игр не видел не говоря уже об играх более поздних так вердос идет вперед рейдж колосса мне готов сталкеры с двух сторон выдвигаются им пытается ступать здесь марик видит прекрасно здесь сталкеров ног заходит ну и чё тут кинка хочет надо подходить сейчас крампе призма здесь рядом вообще очень очень близко до вар пойдет сталкеров и еще будет вирус на рампу заходить или через камни пока непонятно на рампу будет роза ходить ну блинк надо агрессивный делать или как-то бункер выбивать бункер падает два викинга все что есть у кина щит вердос выбивает 2d пошли отходит мишка назад кин сканит видит куда смещается его оппонент вердосу надо блин заказать просто глефа реально адептом было они уже бы наполовине вы были бы и можно было бы адептов вартить спокойно и билов это в мясо разломать вообще просто так заходит через более широкую рампу вердос агрессивный блинк на хг пошел пилды хорошие против кина танчик нужно фокусить танчик сфокусил что-то много уже викингов становится сейчас но вердос агрессивно вперед блинкается а био то мало а имморталы ездить и имморталы все разваливают это минус кин вердос против лая мы сейчас будем смотреть и кажется это бот 3 уже будет хорош вердос просто царь молодец вердосец так сейчас подскажу вам сетку ребят вот она сетка как вы видите да это одна четвертая уже вердос баймбо 3 тут и пара наверно я не знаю кто здесь будет биться солка лишь фаворит с рузергом будет хотя за то что рузер побеждал и вообще сюда выходил к его вот мы посмотрим что там будет здесь еще что-то долго все двигается супер уже всех проверил хина последнее время чудо вот неплохо выступает всех проблевая тоже шоу мощным по первому старику то идет при этом так ребят на сегодня вроде как после гоу поиска ничего не планируется на на сегодня на на тогда и тормозну на гоу поиска так и и и и и и и Продолжение следует... 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 я думал он весь в ноябре будет нифига он будет в конце октября как бы получается где будет иностранцы биться что ли 27 20 27 2 группы в 28 2 группы вот а там близко он четвертого и пятого будет ноября ну посмотрим главное чтобы кто-нибудь из не корейцев выходил бы было вообще бы круто конечно а тем временем у нас вердосблай начинается погнали это уже во три а а а а а а а а а и и и а ну то есть удачи нашим натанцем его заниматься можно не выключать пусть пусть смотрит мой канал так это уже и интересно touched by решил удивить своего согласитесь сейчас, посмотрите. Мовердос не удивляется. Он видит хату просто сейчас. И чего? Он даже Нексус не будет отменять? Нет, Мовердос понял, что надо отменять Нексус. Паржу-то надо впиливать. Рилончик пошёл. Мовердос даже без Паржи хочет, что ли, здесь отбиваться? Похоже на то. Второй гейт пошёл. Ведь стенка такая. Вот здесь тяжело ходить. Надо бы киберночку где-нибудь здесь было сказать. Пусть бы лучше здесь бы проход бы было. Голосовалку. Пилите голосовалку, не стесняйтесь сами. Сейчас я запилю корму. Я всегда. Я всегда за голосовалку. Так, приплётки там лай делает. Вердос, адепт там выходит на лоу-граунд. Можно личинки было пошатать. Клинги вперёд, бегу. Здесь робо заказано. Сейчас сталкер-зилук. Круче адепт, сталкер-зилук у нас здесь. Вот это что? Зачем это было сделано? Сейчас я вот понятия не имею. Называется, как на ровном месте адепта отдавать можно. Но Вердос ушёл, чудом ушёл. И всё равно не угодит его. Да, отведись ты своего юнита от оценненького. Взял, отдал. Играет против билда, где каждый юнит на вес золота и просто отдаётся. Сейчас Вердос. Ну что за бред-то? Здесь жирный проход. Какой-то ещё один пилон-то оставь, чтобы вообще ничего не проходило. Иммортал делается, это правильно. Ну почему проход-то никто не в лощи печет? Не понимаю. Вердчашка. Не, Вердос. Нет, всё вроде надёжно, но Вердос на самом деле переоценивает свой здесь потенциал. У него нихрена нету здесь вообще. То есть он ошибётся сейчас пару раз, и Блай может в лоб продавить просто. Ой, чём прикол. Центрил... А, нет, ну Центря будет сейчас, каилу. Варв тоже сейчас будет. Иммортал застроится. Всё, Варв готов. Гиппина открывать. Не, Вердос чётко действует вроде как. Чё, Вердос с СПМ... Куда надо сжать, чтобы такие цифры были? Ребят, я вообще не знаю, если честно. Куда можно даже сжать, чтобы такие цифры были? Как бы я 2-го подстроил? Ещё Эммортал сейчас Вердоса будет готов. Надо двумя Эмморталами будет спускаться, просто фотон эти плётки выгонять как бы... Так, может, 3-го даже... Нет, Призму решил Вердос заказать. Но не Сталкеры должны танковать. И Мортали! И Мортали должны танковать, блин. И идти вниз. А сверху оверчажными филдами прикрываться, остальными юнитами. Что-то тянет. Вердосу Робо Бэй пошёл. А Робо Бэй зачем? Не знаю, зачем Вердосу Робо Бэй. Возможно, это... А! Он сейчас с имами полетит захарасить Блая там, кстати говоря. Судя по всему. Да, так и есть. И Мортали плюс 4 Гейта здесь наглухо блочится. Зачем? Зачем наглухо блочится Вердосу там, не понимаю. Ну, кстати, можно, можно здесь захарасить Блая нормально. Так, Верк. Забыл тебя там куда-то поставить. Сейчас поставим. Действительно. Действительно. Да, СД имба, это мой. Кошелёк, ты что, читать не умеешь, что ли? Или я чужой, думаю, сюда поставил? Так, здесь с дестабилизаторами Вердос начинает Блая выбивать внучку. Блая, кажется, в лоб собрался ломиться. Вердос что-то вниз сейчас спускается. Зачем? Так, ну Веллинга, кстати, подвлочил неплохо. Здесь один взрывает. Смотрите, сколько зелков попёрло вперёд. Да, падают сейчас с Н3, падает всё, но Вердос выходит вниз. Плётки кончаются здесь. Иммортлы не идут вперёд. Кстати, имами надо там в это время, пока Вердос здесь справляется на луграунде, надо имами залететь сюда и продолжать Харас, что Вердос и делает, кстати говоря. Гролева с полной энергии падает, вторая, у которой энергии нет, живёт. Здесь вот ещё один Кривтумрис. Вердос видит прекрасно его сейчас. Так, здесь дестабилизатор есть. Зачем взрывать самому себя, если в эллинге тебя и так взорвут? Вердос что-то переоценил свои возможности, он решил, что он настолько снайперский стрелок из дестабилизаторов, что сейчас просто миллиметры будут стрелять. Так, сейчас проверю с Дэимба, погоди. Досмотрим Блая и здесь просто игра напряжённая идёт. Задержка полторы минуты, помню об этом. так. Так, эморфлочек и вперед, а тут здесь королева из 7 лингов у Блая летает, ну тут добьет сейчас вердос Блая, очевидно, да, как бы, но вердос уже знает, как контрить все это дело, видит бейлинги, может, взял, можно было всех убить бейлингов, на самом деле, но вердос так все залпанул, так, здесь сплит пошел, Блая неплохо бейлингами разбомбил здесь вердосу, но Блая не хватит здесь юнитов, явно, как бы, для того, чтобы отбиться, потому что эморфла слишком уж жирная, и тут еще до варф есть, а эморфла вообще три штуки, 18 лингов, что делать, королева падает, дроны пытаются уйти на хг, дроны уйдут на хг, так, линги выходит, и мах, и мут этот сейчас Шуполина берет, не слабое количество, то есть его будет не пробреть, врубается сейчас щиты, экран этот, потери, вы видите, не в пользу Блая, здесь и мут надо сплетануть просто и все, сталкерами стараться оверу сбивать, даже ни одного Бэйна Блая не дропнул, это гг, это 1-0 вердос, ребята, ну, не работают на вердоса проксихат, что поделать, все, сейчас киви проверю, погоди, так, мах, иди, Иви, ничего, кошельки нету вообще. Так-то, если что. Пошел онвайт. А, ты еще не отправил. Понял тебя. Ты, то есть, проверял для уверенности. Ну, тоже верно, тоже верно. Так, 700 нас на АГГ-плеере, на Твиче. Есть люди тоже. Есть люди тоже. Идем. 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 Продолжение следует... 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 Так, сейчас я посмотрю, что там у нас, наверное, на ESL, ТТВ. ПЛ наверняка там есть. Да, тут соул нефть идет сейчас. Давайте-ка мы глянем этот матч. Это же оппонент, оппоненты будущей Эвердоса. Да куда ты, е... Ну, тут соул держится и четвертый, даже сэшечку занимает. Ну, как-то у него, я бы сказал, где очень все хорошо. Ну, мне не через кого зайти, к сожалению. Нет, 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 нет. В этот матч. Продолжение следует... 0-о-о... Улизащу... Так, здесь ничь заходит в Сулу, Сулу идет в центр. Ну, вы увидите лимиты, я думаю, здесь все ясно. Сейчас попробую прорваться, может быть. Так, здесь Сулу у меня есть. Отпишу Нерчу, не знаю, за инвайт или нет. А, они уже, наверное, начали. Похоже, что они уже начали, ребята. Очень-очень быстро. Они не по Real ID у меня, тут игра уже кончилась. Ну что, ждем, сейчас там картинка будет, чтобы его не светить. Шнапак поляка. Посмотрим в игру. Да, вот игра начинается. С Нерчом нужно играть, ну, либо на макро какое-то жесткое, четкое, либо стабильные какие-то просто пуши, просто сверхотработанные, сверхотработанные, только так. И, по-другому, никак вообще. Ну, нормальный, вполне статс против Нерча, как бы. В Лотве, правда, не очень. В Лотве проигрывал все, но много-то не играл. Ну, я не знаю, с Нерчом трудно. Думаю, что у нас есть три РАКСы. Ну, то будет, например, много информации для Туры. То есть, это будет очень простой, для каждого года, чтобы это для Саула. Теперь мы только говорим, что все РАКСы есть видочные, также другие и третьи, также, то есть множество информации для гордовского заводника. В Лотве подлещал, и здесь, Актора Саул, увидел его, потому что, если он едет с фиберем, здесь и он уже знает, что он едет, и он уже знает, что он знает, что он делает правду, и он знает, что он знает. Сам Артурz, ноги отразу раутвором. так так таких дегенератов я думаю сразу выпиливаете а а а а а а а а а Сул пытается масс рипперами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сос не прошел на близком в этом году Расслабился слишком, хотя у него был шанс в конце пробиться И даже он был в финале GSL Выиграл его, победил Но Бьян его 4-0 просто развалил Ну Сос все равно был на грани прохода Ну не прошел Либо их 5, Акира Либо надо нажать на голосование на само заново И то оно закроется Так, Ниндзя Стайл Ты напиши Пиши либо на саппорт Либо ты не обновился еще раз И зайти, выйти в аккаунт помогает от этого всего дела Ну что, приходит нечто 120 на 70, ребят Рипперы, как говорится, не удались Так, по угловой не видно Сейчас будет видно Все страшно Все страшно Все страшно Герои Встреча Поехали Не за очень буду встать, потому что . Но . Ну, это действительно можно. Ну, ок, ну-ну, это все, что-то вообще, детекция статичная. СВИ также падают. В базе номер три взаимовый. Застолько раз здесь виротируется, потому что Субтитры делал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Отлично, ребят. Заходим к вердосику. Ну что же, вердос против нерчавой битвы сейчас. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, иду, иду, иду. Все, отлично, прошу прощения. Так, ну что, нерч против вердоса будет биться сейчас. Все, поехали, игра начинается. Ну что, ребят, будет нерч против вердоса. Погнали. Станция Король Сиджонг. Первая карта. Все нормально, не волнуйтесь, вышел я успел. Но мог и не успеть. Так, пошла хотен, 17-ая у нерча. Вердос, гейтгаз, нексус. Хотя нет, пока гейтгаз просто, может быть, нексуса не будет. Может, второй гейт будет. Хотя нет, здесь уже копятся минералы, значит, будет нексус заказан. Так, в смысле, что-то не может реадактировать. В натуре я тоже не могу отредактировать. В чем дело? Сейчас попробую. После F5. Так, голосуем, короче, только после F5. Продолжение следует... Так, здесь третья хат, а там делается адепт вперед, идет один-единственный. Здесь 4 линга есть, этого достаточно, чтобы адепту принять. Видит, у Вердоса 4 линга врываться нет смысла никакого адепта. Двумя, может быть, еще был бы смысл. Какой-то, ну, очень ранний рога здесь у Вердоса. Стеночка нормальная, правильная, достаточно ранняя. То есть можно поставить пилон прямо сюда, в стенку. Я обычно ставлю сзади, но мне 3 здания надо ставить, чтобы стенку закрыть. Здесь тоже 3, но с пилоном, то есть фактически 2 добавить, и все. Делается первый обсервер. Адепт опять вперед, кот там пошел. Счет 1. Так, с 1 сталкер дома остается. Один идет вперед. Так, а зачем адепта с сталкером гулять здесь? Нерч, Вердос точнее каких-то оверов, видимо, половить сейчас. Так, еще одного линга сумел подрезать. Нерч не заказывает, кстати, рабочих. Ну, иллюзии-то можно разведать, на самом деле. Так, сбил сейчас Вердос. Телепортируется. Домой, короче, пришел, что-то посмотрел и домой ушел. А дальше что? Дальше призма, и будет харас с адепту сталкерами, я так понимаю. Или что это будет? Да, так оно и есть. Ну, садись, Вердосик, садись в призму. Два адепта посадил, и что это такое? Так, гейты добавляются. И то будет шесть штук. Один адепт остался дома плюс иммортлый. Я говорю, все понимаю. Сталкеры-то нахрен туда побежали без призмы вообще. А, типа разводочка. Сюда адепты, туда сталкеры. Здесь адепт не работает. Одного дрончика подрезал. Овера одного подрезает, Вердос, возможно. Не, ну так, что-то подрезать, чтобы как бы и потом перейти в пушку. Чему бы и нет. Плюс мадеркором летает. Здесь у нас второй иммортл строится. Здесь уже шпиль почти готов. То есть нечь в наглую, прям выходит мутку. Но, если Вердос сейчас ловит тайминг, как бы, выхода нормальный, а именно тайминг какого. Вот сейчас, да, с иммортл он со старым пошел вперед, и все. Так, здесь Уверсира четко отгоняет Вердос, кстати. Обратите внимание. Выход идет. Дома закрыть стенку надо обязательно. Так, здесь встречая от лингов, Вердос очень-очень хорошо. Стеночку закрывает. Мазеркор где? Мазеркор там где-то летает, непонятно где вообще. Нерч понимающий, то улын попер. Не выходит мутку и... Так, здесь хороший варп сталкеров идет, между прочим. И пуш-то такой сильный, с двумя имами выходит. Ну, надо не стоять на месте, ведь он же дозаказывается там. Вердос, не стой, я тебе прошу. Так, здесь пилон пеняется. Сзади новый заказ. Идет Вердос вперед. Гвардиан шелкрублен. Тайм варф может подрешать тоже в данной ситуации. Вердос заходит неплохо вперед. Рабочих нерч выводит. Ну, куда-то на му Вердос ходит очень-очень много. Тайм варф не вы... А, вот, выкинул тайм варф, наконец. Ну, это слишком нервозный какой-то контроль. Точнее, я бы сказал, неуверенный это контроль от Вердоса. В чем неуверенность-то? Нахрен туда влез-то. Вот нужно было сюда, пытаться к рампе прессовать, заставлять нерча выдвинуться сюда и покусить ключевых юнитов. Либо заходить со стороны третьей. Но со стороны третьей там тяжело было зайти. Филдов маловато было тут, конечно, тоже в этом миксе у Вердоса. Но идея неплохая была, но исполнение подвело, считаю я. Идея была очень хорошая. Теперь понятно уже, что ничего не вкачут здесь. Привет, маньяк. Привет всем. Да. Тут уже бесполезно сопротивление. Практически грейдов нет, ничего нет. Но в Вердом нерча тоже ничего там нету. Вердос 1-0. Вердос 1-0. Продолжение следует... 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 Так, дестабилизаторами Харас идёт, вердос не снайперски стреляет, мягко говоря, 11 лингов, то есть два раза стрелил, 11 лингов подрезал сейчас, это печаль полная вообще, я вам скажу, тут роучи идут вперёд куда-то там от нерча, неплохие филды от вердоса попёрли, роучи сливаются, не слава на самом деле, здесь плам нерча, вердос не громит, призма где вообще не вижу. Вердос слил призму с двумя дестабилизаторами, я пропустил как? Блять, ну это я извиняюсь, это тут только матом ругаться. Куда, как можно слить призму с ключевыми юнитами, когда ты идёшь в куш? Да ну это гг, тут уже ничего не сделать будет. Где она? Она как-то вот здесь летала, она короче пролетела, её королевы сбили, я не понял, куда там она летела, если честно. Вердос пытался стрельнуть ещё разок, потому что с первого выстрела ничего не убил. Лучше бы уж просто стоял на месте, вообще бы ей ничего не делал, сейчас бы хоть к кушу она была бы здесь. Так, телепортируется вердос, дешенчинга подрезал, вот это контроль, блин. 133, 152, пуш, тайминг-то очень сильный был, то есть будь там два дестабилизатора, можно было просто разваливать там эти, пытаться как бы нерча, но дестабилизаторов там не было, к сожалению. И чё, вердос стоит всё ещё? Да, вердос всё ещё стоит, чё он ждёт, я не без понятия. Лимит до сих пор ровный, как бы, то есть ну надо заулынить пойти. При таком миксе бы надо бы твой лайту как-то по билду умудряться добавлять, чтобы были бы глефы, да, там готово. Исчинджин кто-то там побежал. Ну не знаю, насколько выгоднее общий личного, то есть там я не считал, просто личного стабильно как бы 60 рублей даётся. С общего, ну с общего как бы, если много стримить как бы, если дико много стримить, всегда с личного больше денег, больше людей подписываюсь, у меня бывало как бы, ну там рекордные месяцы. Ну с общего тоже как бы может накапать там. Если реально много будет смотреть, то вообще как бы майкер по этому, чемпион по общему. Его как-то много смотрит, то есть он там если стримит немедленно, то есть он там чуть ли не 50% бюджета один забирает. Ну как бы если я до хрена стримлю, то там процентов в разов в два, может чуть-чуть больше, чем в два от майкера сбывает, заходит. Процентов 60-70. Всякое бывает, как бы там, ну раз, по-разному. 166-190 по лимиту и стабилизатором вердос залп делает. Промахивается, идёт вперёд, реводжеров очень много. Проблема микса вердоса, как вы, я думаю, прекрасно понимаете, он крайне немобильный. Ни блинка нету, ничего нету. Он все фаербулы в итоге, посмотрите, как собирает, какой дэмэдж гигантский эти фаербулы наносит. А реводжеры мобильные на крипе, то есть их филдами не отжать никак. Они просто пуляют и пуляют, прирост у нерча гигантский. А здесь мутка. А погодите, а чё мутка? Мутка слилась, что ли? Да, мутались такие просто, но верча же слились. Нерч тоже хорош, но как вердос потерял призму, это просто космос какой-то. Гордоса немножко бомбит, и он покидает. Не надо бомбить, чё? Призму сам слил. Пуш удавался, я считаю, что пуш заходил. Но нужно было при... Чё? Оптимус супер оправрил, оптимус у термал, голландский полуфинал. Звучит. Как, не знаю что, но так и есть. Пуш-то заходил, я считаю, если призма не отдано была. Ну что же, возможно, нерчу и термал мы увидим в финал. Это очень круто, этого забудь, поэтому не покидайте стрим. Жаль, без наших, как бы, в финал. Да. Значит, всё, что вам нужно всегда положить. Так, идите, будет тебе нев Адоват, да? Адоват. Вremoallen変. Адоват. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Очень хороший Так Что верда не так делаешь уже все сказал Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ключ продавливал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Так Ну все, успел сюда, отлично Зафк шел на минутку Начинается нерчью термал На 9, чтобы 5 Но я думаю, чтобы 5 Жена воскресных Гуфу СК, обычно Гу-5 Пока переименовывал стримы Ну, в общем-то, завтык произошел Да, такой Ушел Продолжение следует... 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 Ютермал надо на стимпаке было убивать, здесь Либератора пытается сбрить, не сбрил, Ютермал улетает, здесь подблочил неплохо, по экономике ситуация близка, в этой игре погибло рабочих 4, у Зарька погибло, у Тирана 0, вообще за игру погибло, поэтому все ок, у Ютермала, здесь Реведжеры идут на мейн, раскладывается Либерок, в это время на третьей базе Харас идет мариками, то есть, так, фокус Инфестора был четкий сейчас, Либератор тут просто королеву рабочих развалил, хорошая кличка, только что 4 было, а уже 13, 9 рабочих было только что уничтожено Ютермалом, видимо все на мейне погибли, так, здесь марики отдаются, не надо их так отдавать нелепо, так, улетает Ютермал, и вниз полетел куда-то к 9 часам, 9 часов вообще заблочено двумя Либераторами на глушняк, у Нерча, кстати, 3 эволюшена грейды делают, посмотрите, так, чик-чик-чик-чик-чик, это очень хорошо, и милишные и ранжовые атаки, и армор, но чтобы все, чтобы две атаки заказать, милишную ранжовую и третий армор, у Нерча просто ресурсов нет, он обанкротится сразу, реально, к нему приедут коллекторы, вот эти вот, точнее, даже прилетят, как бы, и скажут, что-то ты слишком много на себя берешь, ресурсов слишком много вкладываешь, инфестор тупит мимо хоть, так, один дрон, второй уничтожен, хорошо Либератором этим, уже он окупился, фактически инфестора убив, вот, я тоже знаю, что Паша это может, Ну, просто уже какой возраст, да, как бы, и он уходил, и Старкрафту приходил, главное, чтобы к игре сам, к самой интерес был, то есть, во-первых, к самому процессу, чтобы тебе нравилось это, во-вторых, если тебе будет нравиться сам процесс, то ты автоматом будешь хотеть всех развалить, потому что процесс здесь не просто юнитов строить, а победить конкретного человека, конкретное туловище, так, куда Таньяч выдвинулся сейчас, 2-2 делаются, грейды рейнджовые, Ютермал не на позиции находится, здесь бункер, здесь неплохо здание построено, так, Линги забегает, Лингов Ютермал видит прекрасно, Ошибка от Ютермала, Яндекс дал, говорит, давайте Ютермала пригласим жить в Россию, за наш играть, ну, до этой ошибки, я думал, да, пора ему гражданство давать, ну, что-то он медиваки сливает, не очень как-то, вот, давайте лучше своих, растить игроков молодых, Да и нахрен, эти буржуров приедут, денег на получают, уедут, потом начнут рассказывать, что там, как корейцам, там, у мальчиков на коленях не посидеть им было, еще что-нибудь, так, 148-175, очень сумбурный бой идет, танки Ютермала атакуют жестко, нерч позицию не может нормальную занять до сих пор, фаерболят неплохо, но где все бил, вот, прирост там, на мэйне еще-то Ютермал гонял, вот только прирост-то вернулся, 3-3 грейды делаются, 159, 161, 191, 30 лимита разница общего, но боевого 14 всего разница, это очень небольшая разница, танк 6 штук здесь, они очень хорошо стебают, нерч пытается дойти, не дойти даже до танков сейчас ему, Ютермал контролит четко, танки перепери, ой, танки забирает туда-сюда, но все-таки нерча много наламывается, лингов прирост, как же вовремя эти линги чертовы выходят, и нерч прогоняет Ютермала, сейчас у него все двоечки, грейды через несколько секунд станут, буквально, ну а у Ютермала 3-3 еще не подъехало, и у нерча уже там, о-о-о-о, 5 ультралов, как только они выйдут, как только доделаются уникальные, вот знаете, как нерч грейды делают, адреналин, можно сделать, обязан сделать, ультралом сразу грейды, грейды вообще штопываются, как бы, у нас же бывает, ребята забывают, то есть, ну, грейды это ключевой момент, вообще, как бы, в Старграфте, в первом, в втором, в поте, в лоте, в воле, не важно где, не было ни одной части, где бы они не лишали ада, вопрос, вопрос, Так, у револьвера тема не канала... У револьвера другая тема, у него более показушная, я бы сказал, такая тема, то есть он как бы не только игрок, а стример, а это уже, ну, немножечко другой расклад. Можно совмещать, конечно, но нужно ответственно относиться к, ну, в игре своей тогда. Не позволять себе лишних действий, там, всяких горений, там, ну, и там, и подобных моментов. То есть, чтобы... Ну, гореть вообще нельзя, как бы. Гореть вообще нельзя. Только чуть-чуть, если я помню, понимать сразу, что это происходит и что-то... Потому что, ну, не будет результата, как бы, это влияет на игровой процесс сильно. Посмотрите, грэды какие у нерча пошли. Приятно смотреть. Когда они доделаются, ветерманчику вообще тяжело будет. Пока у него хоть есть преимущество. 3-3 против 2-2. Ну, а-ля, у лингов ловят. Держится ютермал, неж забегания тут делает. Не слабо ютермал кайтит просто как царь, еще и либератором помогает. Хорошая, хорошая вообще контроль. И 3-3, конечно же, спасает ютермальчика. Да похуй, закрывай, не успевает закрыть. Перехвалил, здесь дробь какую-то на третьей базе был. Ну, тут не слабо дробь, на самом деле. А вотчик наубивал. Здесь линги были уничтожены достаточно быстро. Ютермал отреагировал. Ну, а здесь пришел... Бивень и просто растоптал. Так, не потери. Потери не в пользу у нерча, но у ютермала тоже большие. Делается шпиль, как караффторы будут. И село вообще ютермала будет. Либераторы так решать не будут. Но ютермал пытается выйти в гастов. И нерч ломится прямо в центр, на планетарку центральную. Где био-то? Все, био-стимпатчет идет вперед. Срочно вычинивать надо. Два либератора за планетаркой. Вычинивай, КСМ-ки сейчас были. Спикер, активировал премиум на ваш канал. КСМ-ки были запаерболены сейчас. Либераторы отогнаны. Ну, ютермал выдержал прессинг этот. Социальщик уведет сюда. Это будет не планетарка, а орбиталка. Здесь тоже орбиталка, блин. Опасная очень такая ситуация. Здесь надо все вычинивать. Мулов выкидывать побольше. Сейчас троечка подъезжает. Спасибо тебе, Спайк, за премиум. Большой за поддержку. И вот, все. Смотрите, куда линги побежали. И чего? Либератор разложен. Но толку уезжать сюда. Смотрите, куда лингов. Они развалят даже под этим Либератором. Пока он всех перещелкает. Да, он с удара убивает, но скорость атаки-то 1.14. Представьте, это тут лингов под 35, допустим. за 30 секунд за 30 секунд все работники погибнут. Ну, я о том игре мелко. Да, Нерч горел когда-то. Когда-то ему не хватало. Сейчас он просто подходит практически ко всему. понимает, что на этом ну, дали европейцам зарабатывать деньги, дали тащить им, как бы, и нужно просто понимать, что нужно это делать. Нужен уровень игры. Будешь стабильно входить в топчик, будешь стабильно и деньги зарабатывать. Будешь в команде находиться там, в европейской ТЗП будет. У нас команд нет. Сейчас, ну, если будешь на уровне Нерча играть, тебя в любая команда почти возьмёт. Вот. Да и призовые сейчас выборы. Не только не уменьшились, как бы, они увеличились значительно. Два раза на Близконе. Везги появляются эти, просто нереальные призовые. Короче, ребят, Нерч ломится сюда. У Ютермала всё разбросано сейчас. Здесь не планетарка, это косяк. Есть гастов немалое количество здесь. Снайперит, Ютермал, там, реводжеров, карапторов. 139, 187. Ну, то есть по лимиту он не может скопиться. И, блин, вот эти орбиталки мешают им. Вот здесь бы танк вычинить с Либератором не помешал. А мной, как бы СМ, Чик-Чик, сегодня никто не нападает. Она бы вычиняла понемножку и до добычи пошла. Так, здесь бруды будет морфиться, судя по всему. Где же шпиль есть у нас? Нет, не будет, это не Грейтер Спайл. Это простой шпиль. Дичь-ничь пытается забегать на вторую базу к Ютермалу. Что из этого будет, непонятно. Ютермал не готов, кстати говоря, камни упадут ещё быстро, ещё бы ультрала сюда пустил бы. Потерял снайпер-шот сейчас Ютермал. Вы видели, каким образом он начал снайперить ультрала и Вижен пропал. Линги его вытеснили, всё. Энергию Гост потерял и никуда не стрянул. Такой махнул рукой. И всё, короче. Но без винтовки. И винтовку лучше не выкидывать. Без неё в этом жестоком мире Старкрафта делать нечего вообще. Если ты невидимый даже. Тут надо биться или хотят минералы добывать. Ну, можно ченджлингом быть. Но у Зергов-то лимита они не занимают. А у Гост-то лимит занимает. Если бы друговы, я не знаю, что было. Но отсутствие корейцев дало стимул тренеров. Пока они были, все не так охотно тренились. Вот в чём дело. Так, здесь забегание готовится. Чему очень-очень-очень серьёзно. У Термала слишком распличенная оборона сейчас. Здесь стенки нету даже. Караптеры залетают. Ну, всё, пошёл на лом. Здесь Ютермал в центре. Чё там шатается. 31-130 по лимиту. Линго Беллинги заходят. Гасты, да, сюда пришли. Да, маленькие мародёры сюда пришли. Но Либераторы сливаются. Беллинги идут вперёд. Гастов надо развести сейчас. Гастов разбудит Ютермал. Нужно снайперить. Блин. Ну, ЦЦшку не было смысла поднимать. Это не Орден Тарсона. Здесь слишком много караптеров. Поэтому, в любом случае, ЦЦшка упала бы. Но вот это офигово. Supply block. И вообще, то есть, это... Оголилось это направление целиком и полностью. Это ставит под удар весь мейн просто. Оставшиеся здания, как бы. Здесь их не так уж дико много. Но, на самом деле, достаточно. Это и продакшн полез. То есть, мне же будет шатать сюда-туда. Здесь крип, как бы, есть. Ютермал... Ютермала стационарная. Как-то у него больше оборонительный такой уже стиль. С гастами. То есть, с гастами лезть уже надо к 200. У тебя лимит. А лимит здесь мало. Поэтому и не полезть по-нормально. Опять сейчас, кстати, снайпер-шотов потерял. Опять забегание от нерча идет. Кажется, все-таки расшатал он. Ютермала. Привет, пост-тос. Привет всем на твиче. Везде, короче, ребята. Пенал был поискал у нас. Как вы видите. Привет. Петервал. Очередное забегание от нерча пошло. Он понял, что не выдерживает этого давления. И все. Ждем вторую игру, ребята. Нет. очку jusqu на глаза. Истинный отвечает. Увидимся. Как мы будем делать такие poisonous Traшки. Эта броня строка. такo Ci девять. Так, до Белярова, пока зайдет он. Ну, а вы, ребят, помните, что поддерживать надо меня и мой канал, естественно. Подписывайтесь на премиум, отключайте отблоки. По реквизиту в описании напрямую через плеер. Поддерживайте за все это. Я вас благодарю очень сильно. Оказывается, что первая часть Близкона будет в конце этого месяца, октября, а не ноябре. В ноябре будет только заключительная часть Близкона. Так что готовьте, 27-28 будет это все. В ноябре готовьте поддерживать, конкурс стримеров будет и все дела. Жаль, что, кстати, Близкона не туда переносится, аудиторию повысила бы. Ну, какая разница, финалы все равно там будут в конце. Продолжение следует... Продолжение следует... Игорь Николаевич Ну не совсем Игорь Николаевич Поэтому за любовь не выпьем Тысячу один рубль переводит Спасибо тебе, Пуми, что ты есть от Твич Спасибо, пацаны, всем, кто на Твиче смотрит Извините, что не все стримы туда идут Я уже не раз об этом говорил Глдгеймов закладочку тоже у себя держите Потому что, например, тот же Близкон на Твич точно идти не будет Канал забанят Ну а я думаю, все вы его хотите посмотреть И многие с моими комментариями, естественно Ну а так всегда, когда есть возможность, Твич рубаю Записи там в описании вы видите Где вступаете в группу ВКонтакте Там она есть, туда все записи выкладываются Кто не может постоянно смотреть, да, в прямом эфире Как бы И за поддержку громадное спасибо Так, что я тут все громлю Всем большое спасибо, просто громадное Короче Привет, Эспек Сикой ДМГ Житуха, хорошо Стримим ВСС Стримили юниоров сегодня мы Наших на Старлайне Улучшение завершено Спасибо всем, ребят, короче Нет, за любовь пить не будем пока Потому что на Пруссии я хочу сегодня сходить Тем более скоро всякие праздники В ноябре вообще не расслабиться Время спортмастера начинается Спорт... Спартача называется Спортивное время, короче Надо физкультурой заниматься и много стримов Поменьше фигней заниматься Короче, здесь у нас барачок В нем два марика заказаны Две депошечки здесь есть Старкорд пошел рядом Ну хорошо, линги пресекли Я вам скажу здесь с продакшн СС-шки Просто на гигантское количество времени Ютермал сейчас СС-шку свою не может построить Гигантское количество времени Где КСМ-ка, непонятно Вот она выдвигает сейчас Что рипером здесь Ютермал делал Он как бы блочил золото, типа Спасибо, брат, всем, ребят Короче И твич профиль приносит Ну а еще стабильно Там уже две сотки людей набираются Очень даже часто Это очень-очень хорошо Побольше по игру пускали бы В ноябре будет очень-очень много всего И просьбу поддерживать Через гг-плеер в особенности Потому что как бы И премиумы, и все дела Подписки там Потому что будет необходимо Короче Этот, как его В ноябре будет и Близзкона Финальная часть Самого Близзкона Первая часть Это как бы не Близзкон Получается в конце октября Это Ну то есть Близзкон Это само мероприятие Там в описи Близзардова на хайме Вот А это будет первая часть Другой студии Как бы Но там будут европейцы Биться будут и группы Ну Всем думаю Что будет Ну Навряд ли все европейцы Будут с такими адовыми корейцами Да В составе Но у Ниба Там Нерча И некоторых других шансов Есть вполне Вот Реперочек Тут по мейну Летает Нерча Кидает гранатки Уходит Королева Линго Два там Снизу пытается Что-то сделать Не-не Уже тут Не сделать Или сделать Сделай-сделай Убивая Репера Нерча Бедняга Спасибо Найт 1886 Это ты что ли Насберг Засывал Тогда никнейм Добавлю Подтверди Как услышишь Задержка 90 секунд Да я просто Ляд там Херней Занимался Вообще Полный Я вообще Жалею Что раньше Не начал Как бы Сейчас уже Прохладненько Ну Иммунитет Как бы Так себе Надо Ну Надо Действовать Как бы Зимой Надо Парал Сейчас Опять Еще Завязываю Со всеми Левыми Делами Вот А то Присутствовало Да Тоже К друзьям Зайдешь А друзья Только Там И Занимался Всякими Такими Вещами Так Моряки Еще Подходят Два Танка Утермала Плюс Моряки 15 Моряков Два Опа Унерчат Ничего тут Кроме Королев Та И нет По Королевам Бабах По Газу Бабах Золото Надо Харасить Пожестче Сейчас Куда Ты Утермал Куда Ты Дропай Сюда Дропай Дропай Сюда Куда Я Говорю Так Моряки Неаккуратно Контролятся Нече Очень Быстро Матис И Сейчас Снерч Будет Отбиваться С Краевыми Слингами Сроуч Сканит Ютермал Видит Что Реально Много Здесь Юнитов Моряками Отступает Кстати Золото Сейчас Может Упасть Обратите Внимание Может Укутнуть Золото Имеет Смысль Нет Ютермал Не Пытается Даже По Роуч Надо Бомбить Танками Было Сразу А не По Линдам Кстати Ютермал Разменялся Учитывая То Что У Нерча Мув Нет У Этим Юнитом Ютермал Здесь Разменивается Просто Замечательно Смотрите Сколько Реведжеров Роуч Погибло Королев Парабам Вообще Ровно Ютермал Сам Золото Вышел Танк Сел И Погиб Танк Так Здесь полудохлый Либератор Летает 15 Ап Дочнее Он Даже Не Полудохлый Он Полностью Дохлый Армори Пошло 1 1 Грейды Доделываются Армори Под 1 1 Не Успевают У 14 Секунд Уже Осталось Армори Еще Тридцатку Делаться Избивает Оверов Нерч Нерчу Ютермал Чик Парабам Ровно Продакшн Надо Расширять Сейчас Плюс Два Барака Друзей Меняйте Тяжеловато Ну Как бы Тоже Друзья Не все Друзья Прям Друзья Знакомые Можно Скай Так И нельзя Говорить На самом Деле Просто Надо Самому Ничего Не Делать Пример Этим Подавать А там Кто Как Хочет Так Пусть И Делает Что-то Подрасслабился Тяжело Было После Операции Моей Вот этой Вот На связках Было Тяжело В норму Прийти Но Хоть Как Велик Новый Опыт Восстановил Этим Летом Да И Так Вот Сейчас Надо Начинать Дергаться Может Холодно Будет Залит Ну Сейчас Хотя Немножку Общую Форму Выправлю Может Зал Пойду А Потом Может Все Нормально Будет И Куда Накинь Вернулся Обратно В будущем Следующем Уже Не Посмотреть Время Не Перемотать Нас В любом случае В плюсе Здесь Ютермал Идет Давить Дальше Щиты Готовы Симпак Через 10 Секунд Фугас Тоже Доделываются Здесь Два Либератора Есть Танчиков Три Штучки Летит Плюс Сбью Хорош Кусман Боевой Лимит Одинаковый Почти Еще Приросты Выдвигаются Вперед Танки Медиваки Сейчас Слинги Могут Танк Сгрызть На халяву Танк Сагрился Уводи Ютермал Танк Никуда Он не Уведет Танк Окружен Танк Уничтожен А Медивак Был Можно Было Посадить И Довести Его Между Прочим Нерч Пытается В тыл Зайти Ютермал Видит Нерч Заходит Здесь Одни Реведжеры А нет Три Четыре Ро уже Есть В шахматном Порядке Накидал Фаербол Нерч Это Позиционные Фаерболы Для того Чтобы Ютермал Не Ломился На Этих Ютермал Поломился Роуч Избрил Реведжеров Вот это Бью Реведжеров Вообще Просто Избивает Клам Особенно Марики Особенно Марики Мародеры Все-таки По ним Бонус Не имеют А Марик Пофиг Кого Шатать Они Со Стимом Просто Их Разрывают Три Три Ютермал Заказывает Немедлит Нет Чуть Правда Пятый Ух Отставит Ультралис Керн Пошел Экономика Хорошая Так Здесь Дробчик Наверх Пошел Попытка Развода От Ютермала Мало Юнитов Здесь Вся армия Подтягивается В этом направлении Здесь Хату Не убил Но Дроп Выжил Зато Хорошо Ютермал Дропается Прямо Идеально В ренже От Оверов Где Не Видны И Вот Этим Не Видны Прикольно Ну И Можно Понять Было Что Медиваки Сюда Не Вылетели Где Юниты Находятся Я Думаю Нер Сейчас И Поймет Прекрасно Нер Ча Три Два Делают Ютермал Опять Выбивает Ибу Хорошее Направление Здесь Крип Постоянно Чистит И Золото Постоянно Шатает Здесь Ютермал Так Два Медивачка С танками Летит Очередной Сим Отгоняем Ютермал Тут Нер Ча Подальше Так Ультралы Пока Мягкие Ютермал Пытается Давить Засмотрелся Этой Битвой Поэтому Че-то Молчу Здесь Несколько Лингов Танки Здесь Бреют Ютермал Не успевает Законтролить Один Танк Успел Увести Ну Молодец Хоть Один Успел Увести И то Хорошо Медиваки Тут На Фаербол Умудряются Отдаваться Прилетают Либераторы Сбоку Нерч Не готов Законтрить Ютермал Наверное Заходят 149 34 По лимиту Все Ультралы С армором С уникальным Их уже Очень тяжело Шатать Но сейчас Будет Ютермала 3-3 Грейды На 2-1 Нерча Это значит Что Да Ультрал Вышел Не в тему Абсолютно Либераторов Не успевает Ютермал Переразложить Нужно Выходить В эту зону Где Либераторы Атакуют Ультрал С каверн Падает Потому что Крипа Находится И крип Тумора Здесь нету Просто Напросто Крончик Подрезается Еще один Патрон Мародера Попал По ультралис Каверну Но дальше Так Нежка Дальше Идет Да Дальше Идет Под Либераторов По Либераторам Пошли Фаерголы Двух За Уда Вот Молодец Нежка Он Внимательный Между Всегда Вот Если Видит Что Можно 2 Выбить За залп Убивает 2 За залп Идет Дальше И здесь 2 За залп Можно Выбить Но Ютермал Сложился Ушел Молодец Так Ультралис Каверн Развалился Больше Нет Ультралис Каверна Ну И не успел Вот Если бы Ютермал Получше Контролил Не успел Ютермал Что сделать То На что У меня Были Лично Надежды Серьезные 3-3 Против 2-1 Грейды Там Тайминг Секунд 20-30 Ютермал Теперь Все У ультралов Максимум Армора Марики Вообще По ним Почти Не бьют Без Либераторов Гастов Не обойтись Будет И вот Опять же Ютермал Он то ли На сканы Столько энергии Потратил То ли На что Он потратил Столько энергии Эхаза Короче У него Короче У него Энергия Нету И мулов Как-то Нету Хотя Нет Мулов Есть Добыча Высокая Больше Чем у Нерча Именно Минерала Это то Что Тирану И нужно Мариков Мародеров Строить Мародеры Газ Тоже Немного Стоит На самом Деле Как-то Дробщик Пошел Ну Фаербул И микозом Не Пользоваться Умеет Очень Очень Хорошо Лимиты Очень Близки Там Третий Куботь Пошел Либераторы Подстраиваются Ютермал Приходит Сюда Занимать Пятую Уже Базу Здесь По планетарку Ну Хотя Планетарка И здесь Пригодится На орбиталке Пришлось Перелететь Что-то Пойдет Так Инфестора Пробрел Ютермал С энергии Там Был Инфестор Су-60 Су-60-000 Су-60-000 По лимиту Дренер Шпайр болить Хочет Все Так Медиваки Вот это Уже Такие Дропы Нужны Они Вообще Сейчас Королева Придет И Собьет Медивак Дохлый Не Не Собьет Ютермал На халяву Мудрился Пролететь Сюда Что-то Просто Удивительно Королева Сейчас Упадет Между прочим Хату Ютермал Отфокусит Моментально Отфокусит Отфокусит А улететь Улететь Улетел Нерж Не фокусит Медиваки Это Хорошо Здесь В это время Контр Забегание Идет Просто Гигантское С ультралами Раскладываются Либераторы Линги В это время Ой как Линги Больно Грызут Фаербулы Побил Хорошо Заходишь Сечку Нужно Поднять Лингов Ютермал Принимает Вроде как Ну Инженерки Ладно Фиг с ними 3-3 Сделано Но Можно было Армор Данем Ремштуреточком Сделать Как вы знаете Прекрасно А это Нужное На поздней Стадии Игры Тоже Ну И Лимиты Почти равные У Нерча Между прочим Тоже Запаса Нет И сел В медивак Хорошо Промазал Нерча Фаербулом Так бы И второй Погиб А то Как Промедведя В лесу Видит Машина Горит Сел Сгорел Этот Анекдот На свеще Так Было С танками Недавно 31-155 У Дроп Слил Уже По лимит Не очень Хорошо Становится Сразу Я не понимаю Про каких Юнитов Третьего уровня Ты говоришь Юниты В Старкрафте Все Играбельны Главное Что круто Были Кроме Свармфастов Не Ну Конечно Еще Во втором Старкрафте Не все Пока Играбельны Но Большинство Нормально Так Либераторов Нужно Разложить Ютермал Это Делает Здесь Просто Заблочил Наглухо Вот Если бы сюда Разложил Ультрал И упали бы Точно Вот Постос Я не знаю Плеер Работает Я вот Сейчас Врубал Последнее Время Просто Идеально Чик Сразу Старк Вообще Ну Гораздо Лучше Чем Раньше С новым Сайтом Работает В Если Ты Про Качество То Тогда Премиум Подписывайся Там Качество Будет Значительно Лучше Чем В В Том Числе Так Ютермал Пришел Пробрел Нерчу Базу Дальний Идет Еще Дальше Ультралис Кеверн Можно И нужно Выжимать Здесь Как Можно Быстрее Причем Лучше Это Делать Био Достаточно Много Либераторы Разложились Нерч Пока Не рискует Драться От Фаерпул Успевает Ютермал Уворачиваться Просто Красавчик Так Золото Отменяет Только Кеверн Минус Нужно Лезть Глубой Вороны Нерчев Лимита Больше Ютермал Прекрасно Пошла Атака Либератор Раскладывается Реводзеров Ютермал Пофокусил Но Либераторов Нет Сразу Несколько Штук Принимает Это Очень Неприятно Здесь Спорка По Либераторам Бил Корапторами Пытается Забрить Либераторов Забрить Не забрить Атакуют Они Очень Неплохо Спасибо Постус Лимиты Равные Но Нерч Отбивается Здесь От Ютермал У него Что-то Слишком Много Рабочих Но У него База Одна У Ютермала Между прочим Есть Мулы У Ютермала Больше Боевого Лимита Есть Медиваки Ноль Медиваков Надо Срочно Заказать Хоть Один Спасибо Постус Тебе Ну Я бы Не сказал Что Твич Твич Не рулит Только Тупо Потому Что Ты Не Все Там Сможешь Увидеть То Что Я Стримлю Вот Это В Этом Минус Очень Большой А Стримить Надо Все Особенно Самое Крупное Так Здесь Орбитал Как Кто Планетар Кто Уже Кто Планетар Пускрыс Я Даже Не Понял Кто Когда Медивак Ютермал Не Добавляет Это Ошибка Очень Большая Нужно Срочно Медиваков Добавить Так Смки Вернулись Почему Медведь В машине Сгорел Действительно Тут Правый Людик Вон Оба Жек Уме Не Ходил Просто Понимаешь Это Медведь Думал Что Типа Сильный Всех Побежду Надо Еще И Прошариться Рок Иногда Да С Простами Спешл Таксик И Показывал Я Не Понимаю Какого Хрена Ютермал Бегает И Ни Один Медивак Не Восстанавливает Меня Это Просто Удивляет Ну Что За Бред Ютермал Только Похвалишь Бегает Всех Переколол И Чего К Чему Мы Стремимся Обществу Наркоманов Что Ли Где Хоть Медицина Пусть Колется Ладно Лечить То Надо Все Равно Забить На Всех Так Микозы Пошли Кажется 2.0 Пуль Унерчать Что Ютермал Не Может Стащить Никак Так Хорошо Минки Тут Жахнулись С Либератором Месси Но Боевого Пока Ютермал Лимита Есть Честно Говоря Что Я Уже Сомневаюсь Что Здесь Он Может Вытащить Эту Игру Либераторов Не Осталось 2 А Не 2 Где Там Есть Короче Нерч Окружает Пишем Ли Жи Выходим Походу Дело Так Сейчас Будет Пытает Щукайтесь Ютермал Ну Как Может Так Уровня Тиран Не Заметить Что У него Так Минок Много Падает Ще Одна Минка Зал Делает Как Женец Успевает Сплесить Этих Чёртовых Лингов От Минок Гэгэг Ютермал Не Армия Наркоманы И Никто Не Лечит Короче 2 0 2 0 Все Хорошо Было В какой-то Момент Ютермала Чуть Чуть Не Дожал Чуть Не Хватило По Моему А Вот Тому же Тому Мару Хватало На Кэс Покапе С Нерчонка Он Затягивал С Одним Из Лучих Евротиранов А я Думаю Лучшим На данный Минок Хватает Нерчонка С Мару С Тем Же Уже Не Хватает Что Он Сильнее Интересно Это Будет А Нет Надо Заходить Это В Опять Все Так Нерчонка 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 Все Так Это Бо Пять Отлично Нерчонка Сократил бюджет на суровое хранение И на пропаганду здорового образа жизни Моряки не знали, к чему это может привести 2.0 неч повел Здорово, Кусти, Киев, да Так, привет, еще ищи в 7,90 секунд задержка Нет, крейсер это К сожалению, батлкрузеры сейчас крайне редко применяются на про-уровне То есть их просто некуда вписать, видимо, в концепции игры Банши, да, но есть стили через мех Но это не у термал, у термал мех не играет А, что-то не украли А, что-то не украли так на телеге ты смотришь плохо значит не посмотришь кого-то почему донат отменили все ничего не отмели нет ничего не отменили все есть а вот даю термал решил раз не удается игра в риперов любимых донат есть есть через player через gg player по реквизитам есть в описании можешь как угодно на твиче они в описании тоже есть эти реквизиты не знаю вроде ж на телеке можно было смотреть так из германии муж как не муж paypal есть paypal на карту визит чё там наверное просто смотря через какие платежные хреновина paypal точно мне кто-то там и ну из швеции и там без германии переводят можно даже можно с карты над через paypal даже там можно через него проводить я так понимаю ну по крайней мере с карты на paypal влить как бы а с paypal уж ну там уже ну я понял димис я отпишу как бы я сам просто честно говоря не знаю я в компьютер отпишу как бы там хотя бы что-нибудь сказали по этому поводу просто да я вот последнее время не знаю но как-то давно было ну говорили люди да чтоб там пару человек что с телека тоже им было не посмотреть как бы вот так так здесь марики приходят овера прогоняет ютермал по 5 марика уже строится цс-чика добывается риперов масить улыни с ними не стал сейчас был гигантский косяк три рипера потеряно из шести было сейчас в это время марики здесь шатают овера спокойно вот еще на овера убивает ютермал надо сваливать нафиг отсюда так рипера уходит гранатку под ноги ровучим на лейер унир чапси готов ну по лимиту парабам конечно ютермал не очень хорошая ситуация вам скажу марики со стимом хоть да уже со стимом марики все в порядке так витумар ютермал подрезал так что там ну если подержать захочешь там есть способы к и полы скрилы всякие там карт может напрямую не на карту можно сейчас как бы это делать короче смотреть сам так постов конечно пришли ты швон добавлен по имени не знал какой никнейм добавить вот поэтому добавил так то есть ты вот в итоге получается вот ты как получается что ты так короче ты два места занимаешь в рейтинге вот так что ну ты видишь просто я уже не знаю кто там у нас еще чуть-чуть сегодня кто-то подерживал а сдаима точно сейчас потом поменяется ли ютермал здесь пробреет в особенности на мэйне термальчик шатает смотрите какой дробь хороший сколько он лингов здесь зашатал это просто дичь какая-то загружается медиваки улета ой лингов дронов зашатал реально много нерч 19 рабочий теряет муфро учим почти готовить что медиваки летают копится просто рейтинг сэшка подстраивается есть королева королева сразу же ну против нерча такими медиваками дропаться ну прохладно же ну прохладно реально ну что он блин тормознутый он не сможет фокуснуть что ли и пендж из телека самсунг сможет нормально весь чел не шарит что-то короче вот тебе лишь пишут как бы можешь проконсультироваться он бин бип энджей смотрит с теле кгг приложения так что можете в отлички сейчас нет мушки эти координаты друг другу дать как бы может он течу посоветует плюс сейчас я написал канфу мэджик пишет что его зрители смотрят тоже через телеки спокойно просто конкурент нужен да нужно конкретный способ заведения через что там и как так случайно я мигнул на счет 4k не знаю настройки трансляции 4 тысячи битрейт 45 fps of разрешения разрешение 1920 на 1080 не урезана понял димис ну там будет время как бы счет время каждый день почти идут заходим тут уж как бы я ни на что повлиять не могу естественно так передропчик на мэн от термала опять идет у нерча в этот раз хайф я бы сказал тайминг хайва не лучший здесь на стимпаке марики проблевают дрончик несколько штучек и не увернулся и термал одним медиваком вторым успел улететь но здесь реводжеры достанут фаерболами я так думаю да достают фаерболы неприятно ветерман здесь отдался так королева от танков дэмэдж нормальная получает ветерман пришел сейчас уходит сразу же куда-то здесь летает медиваке вот просто слил два дропа и сразу по лимиту просел блин неприятно так так какой нерч тут не отменил если термал хороших позицию занимает но у нерча почти все камень кроме вот этих пробиты поэтому он очень быстро позицию будет менять нужно аккуратнее быть нужно уходить что-то тут пришло гигантское количество рвучей реводжеров и термала дает всю биоту к танками улетел фактически сейчас так делает залп на микос не попади термальчик ё-моё танки отдает микос инфесторов не фокуснул ничего не фокуснул в это время отменяет четвертую здесь вот на трех часах ультра кэвен пошел все что нужно ее термалу сейчас это реально выйти блин второй армор забыл короче ему нужно выйти на 1-2 до ультрали с кэвером если он успеет это сделать то он будет царем и я думаю что он нерча пошатает я понял костос да я как мне я твич специально как бы пилю то есть я думаю что может и вообще ютуб запилить канал еще в принципе сейчас часто стримы из игры проходит почему бы и нет лишняя аудитория будет или технически не сложно как бы да по аэрбол и по медивакам успевает ютермал два мародера забрать четвертую цешку выводит опять досиделся до ультралов блин вот чем ничего не приятно здесь для ютермала так тэны сканы идут здесь везде криптумы пытаются менять на центре так здесь двойной дропчик куда прям на третью на так ну здесь нерч готов нет здесь нерч готов здесь инфестор и медип ютермал ютермал что ж ты такой лопух то ё-моё блин прием вот у нас ультра кэверн ютермал его сразу замечает и три мародера с четырьмя два мародера четыре марика могут его пошатать сейчас минус ультрал кэверн это великолепно почему даже пофиг что дроп потерял не будет ультралов плотных если и будут то мягкие в ближайшее время мягенькие вузненькие ультральчики реально кто-то предлагал давно на стриме пока у ультралов нет армора сделать их как в компании маленькими чтобы они типа мягенькие еще такие сочные прожарить можно хорошо было бы прикольно что-то нерча до хрена без ультралов он что-то ветермалы разбирает полностью и целиком микозов накидал миллиард отступил назад ветермал нет же три заказа там только три два либераторы био как продакшен не хватает в гостов не пытается скануть я не понимаю почему ветермал тупо лезет наламывается криво блин и не пытается не в гостов выйти ничего делать так убирата выбил нерча опять двойной дроп полетел опять сейчас можно микозами поймать просто так ветермал прямо мимо короля клетит куда-то летишь так нагло минки копаются они же не реагируют кстати никак ой 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 как это было хорошо сейчас от ветермала экономику нерчу просто опустил смотрите 46-65 пробам но что быть с боевым лимитом не пойму я где где оверсиры все летают оверсиры непонятно где летают вообще нет оверсиров если нерж здесь останется тут сейчас так жахнуть может ё-моё сейчас бы так прижгло нерча куда ветермал пошел на самом деле мог бы постоять и может быть и жахнуло бы и опять идет 150 на 107 ё-моё опять нерж его кламп сминает ну что ты будешь делать да не ну разменялся здесь хоть разменялся более-менее как-то и еще раз минки жахнули 176-136 ну по боевому 130 на 7 и 60 разница черт побери боевого лимита но это перебор ребята и опять же вот эти кривые размены её термала не дают ему просто не дают ему выйти в гастов ни во что такое технологичное он в ценах все теряет да в лескона много всего будет интересного ребят в лескон только в конце месяца Иван Антоник сейчас будет кунг-фу кап продолжение там НИП играет будет лайфенд кап плей-офф там просто корейский состав как GSL просто немерено всего СГЛ и будут где в лай бьется все-все-все будет будет все старлайна челленджер начнется короче в тепре плотно и в ноябре будет очень тоже плотно поверьте мне буду стримить все что могу так здесь что-то дробуется и термал в очередной раз криво прилетает либератор раскладывается только на газ почему что только на газ раскладывается не понимаю так королева заходит королева еще две заходят так ну тут шатал и термал либератор был уничтожен здесь термал шатает опять 12 часов нерчовских нерч что-то тут наплодил крипа миллион кубометров блин так отфокусил все-таки и термал хату нерчу медивак отдает королева сбивая здесь две минки закопано вот как-то не может термал 200 скопить хоть ты убей не может он скопить 200 блин 88 40 по боевому нерчути он постоянно просто находится перманентно не может термал боевого накопить потому что еще раз я повторюсь здесь пытается скрип выбить ну не так просто оказывалось сделать нерч не хочет крипа давай опять медивак один все ну вот посмотрите вот это называется харас перебором когда уже пора собрать армию в кулак как бы и биться в лоб и термал все дропается дропается отдаются в мясо короче говоря и медиваков ноль в итоге осталось провал же это ребята так два либератора прилетели королевку похарасили немножко ну как стрельнули пару раз королевы не погибли так 1 евро на пайпал закинул пока чё-то не вижу месторождение минералов выработан сейчас на сам пайпал зайду так идет вперед нерч ну тут позиция у термала хорошая он готов биться да 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 пришел евро один твой спасибо тебе так залпы проходят победа от нерча гг пишет ютермал выхожу просматриваю все опа тут красавица моя кажется пришла спасибо тебе димис так что если хотел еще под закинуть можешь закидывать все доходит так какое число вообще 17 да так сделаю стоп-старт вернусь без задержки сейчас это это так это как так и Продолжение следует...